Здравствуйте, друзья! Сегодня мы записываем видео в родовом поместье семьи Соловьевых, Вячеслав и Ирина. У них здесь несколько поколений живет. Вы можете также знать еще Дмитрия Соловьева, который активно занимается общественной деятельностью. Это их сын. Вячеслав Михайлович очень интересный человек с необыкновенным чувством юмора, с которым мы периодически обсуждаем какие-то академические вопросы развития сельских территорий. Он очень эрудированный человек, который читает много книжек, и мы вот с ним... То есть это для меня такой особенный человек. Они давно уже занимаются своим родовым поместьем. Я думаю, мы очень много интересного узнаем сегодня. Пойдемте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо вам большое, что вы приняли нас с вами в гостях. Мы всегда рады. Ну, тем не менее, для нас это очень ценно. И это все-таки требует определенных усилий и подготовиться, и поучаствовать. Спасибо. Ну что, чайку можно? Да, конечно. Можем сейчас в процессе затронуть первый вопрос. Это, во-первых, как вы пришли к этой идее, к тому, чтобы переехать. Немножко о себе вкратце рассказать, и как вы пришли к идее переезда на Землю. И также второй вопрос сразу озвучу по поводу первоначального освоения. Можно тоже вот здесь за чайом, так сказать, обсудить. Ну, у нас не было такого подробного плана действия, что мы будем, так сказать. Просто получилось так, что, ну, даже достаточно давно было, сама предыстория, она насчитывает больше 20 лет. То есть, мы в двух словах о себе. Мы вот с женой Сыриной жили постоянно и до последнего времени в Москве. И, собственно говоря, достаточно, ну, можно сказать, почти безвылазно. Мы такие... Ну, почему у нас была дача? Не, ну, дача – это другое вопрос. Мы говорим про идею переезда. Ира, потом ты выроскажи свою, так сказать, модель. И была такая, как бы, общая, что ли, идея, что неплохо бы посмотреть, вообще говоря, а что, уже дети подрастают, да, уже вы, так сказать, как семья состоялись. Мы, кстати говоря, с женатой уже почти, ну, больше 40 лет. 46? Да. Так вот, и как-то вырисовывалась такая очень простая благостная картина. Еще тогда не было вот этой темы переезда, так сказать, на какого-то, на Лимасово, какого-то движения, что ли. То есть, это какие-то 90-е годы? Это было, это было, скорее, конец 80-х. Даже конец 80-х, слушай. А у нас... Мы тогда уже задумывались. Да, мы задумывались вот о чем. Мы просто как-то гуляя очередной раз в парке, в Москве, так прикинули, а что, собственно, мы хотели бы в дальнейшем, как мы видим свою жизнь в дальнейшем. И, как бы, не сговариваясь, пришли к такому мнению, что мы бы ходили жить на природе. В таком времени у нас был такой свой дачный опыт. Я с детства любил у бабушки в деревне отдыхать. И для меня вот жизнь на земле, она была достаточно конкретным видом. Меня она привлекала. И, собственно говоря, вот с этого момента мы стали, просто вот в течение ряда лет, ездили, так сказать, ну, например, в радиусе 500 километров от Москвы и смотрели, так сказать, какие места нас заинтересовали. Чисто теоретически. Ага. Пока не имея никакого конкретного плана. А потом стали события разворачиваться достаточно быстро. Вот грянула перестройка. Вообще говоря, стабильность, которую, собственно, в обществе тогда уже, то, что за достоином называют, в принципе, это можно как стабильность воспринимать. Вот. Ну, сказать, стало понятно, что вот все так, как было, уже не будет. И, собственно говоря, это как-то вот нас, ну, что подколеснуло. Мы поняли, что, наверное, у нас правильное представление о том, что надо искать себе некое, так сказать, место для... Не то, что после пенсионной, но, во всяком случае, для того, чтобы можно было какую-то свою активность развивать. И я пропущу там какие-то детали. В какой-то момент времени, знаете, как бывает, срабатывает царапанное радио. Подруга, не подруга, а Ирина, одногруппница по учебной институте еще, сказала, слушай, а что вы где-то ездите, что-то ищете? Вот я знаю, моя сестра, речь идет о Пере Дмитриеве и Лене Байке. Они вот были в Владимирской области, и там вот такая инициативная группа сформировалась, которая как раз вот сейчас уже конкретно приступает к выделению земельных участков, оформлениях и так далее. Приезжайте, посмотрите, что это такое. Ну, мы быстро собрались, мы, так сказать, на подъем легкий, и оказались, собственно, и здесь. Ну, тогда еще, конечно, это было просто поле, по которому корову гуляли. Мы так поначалу не сразу, ну, что ли, сориентировались, но с места самого первого же наше посещение здесь, нас это место как-то к себе привлекло. Ну, внутренне сказали, что да, да, действительно, это место. Более того, за все наши эти многочисленные путешествия, предшествующие, мы поняли простую вещь, что очень важно, в какое окружение ты попадаешь. То есть, получалось так, что, ну, просто в качестве примера, мы проезжаем на Верховье Волги, там, 60 километров от Осташкова, совершенно глухое место, Волга великолепная. Но мы попадаем в какую-то не свою среду, не то, что какая-то там, то есть мы становимся там чужаками. Ну да. И это, конечно, многое меняет, то есть, ну, как бы стать, частью того, что тебе не близко, это как бы, ну, наш выбор. То есть, на тему выдели казаться. Поэтому мы все-таки поняли, что очень важно, что рядом с нами здесь поселяются люди, которые нам близки, и ментально, и как угодно. А вы сразу узнали, да, инициативную группу, сразу в нее влились. Да, значит, нет, не сразу. У нас, так сказать, я не хочу сейчас как-то в детали вдаваться, но нас не сразу приняли, собственно говоря, в эту инициативу. Мы, в принципе, в нее сильно не стремились, по той простой причине, что мы активно работали, у нас была, мы могли только на выходные здесь оказаться, ну, или вот в отпуске. Просто и говоришь же про то, что люди важны, как бы. А, так нет, я говорю, откуда вы узнали людей? На каком моменте узнали? Хороший вопрос. Мы узнали людей вот каким образом. Дело в том, что как раз вот я упомянул Лену Байк, они со своим мужем Сережей, они в Москве как раз принимали всех, собственно, мы собирались в них там и обсуждали уже как бы конкретно планы, что мы будем делать, как бы вы это видели, что бы нам хотелось реализовать, собственно, вот этот круг людей, в которых мы в Москве познакомились, оказался очень симпатичен. Это, собственно, те люди, которые действительно реально здесь и оказались. В том числе, это был Антон Игорьевич. Антон Игорьевич, Мишанова. Мишанова. Вот. И мы поняли, что раз уже все как родственники. Да, да, что мы с этими людьми можем вполне себе, так сказать, чувствовать себя очень. комфортно. Естественно, в первый момент было бы непонятно, как это организационно будет и как это будет с точки зрения финансового, потому что, откровенно говоря, у нас какой-то особой подушки безопасности-то не было. У нас были какие-то минимальные накопления. И я вот что-то момент пытался, ну, как глава семьи, так сказать, до которой берет на себя ответственность за такие вещи, прикинуть, во что это вливается, даже вот элементарное, так сказать, обустройство, во что оно финансово, во что выбирается. И всегда у меня не сходились, так сказать, балансы. То есть, очевидно, что нужно гораздо больше, чем у меня есть сегодня. И от меня, как-то, в первое время очень, ну, то, что сдерживал, ну, как-то, что, пытаться как-то накопить. И потом, да, и потом, я еще понял простую, что на двух стульях не усидишь. Если у нас сначала был такой более, вам более, что ли, подгородительный период предполагался, там годы, то потом ситуация так закрутилась, что стало ясно, что надо принимать решение. Или сегодня, или, ну, может, не то, что никогда, или это просто может завянуть. И, собственно говоря, не зали даже неожиданно для себя, но тут надо сказать, что Южи меня, естественно, поддержала, но с точки зрения всего нашего окружения сделать совершенно какой-то авантюрный и нелогичный выбор. Куда-то, в какой-то, не знаю, там, в пустоту мы шагнули. Это какое время? А время, это было точно, это был, первый наш заезд, мы здесь были в четвертом году, а в шестом, мы уже в своем доме жили. То есть, мы где-то в пятом году стали обустраивать участок в конце пятого года. Понимаешь, дело в том, что очень важно как-то свое собственное решение принять для себя. То есть, не ждать, когда ситуация сложится, там, благоприятная и так далее. То есть, чем зарабатывать, это все, эти вопросы, они по сей день, они, так сказать, и пояснения. Вот, но, как бы, я не хочу дальше затеревать эту тему, факт, что приняли решение, и у меня, так сказать, был такой план. Ну, тоже план, было понятно, что надо уже в конце этого года, когда мы решили переехать, да, как-то обустроиться так, чтобы можно было зимовать. Ну, собственно говоря, вот так и получилось, там, может, с небольшими недоделками, но для нас было ясно, вот тут еще очень важный момент, что, в принципе, при современных технологиях, при современных, так сказать, материалах, можно обустроиться на земле, вот, конкретно, в поле, реально, в поле еще ничего нет. Вполне себе комфортно. То есть, потому что такое расхожее заблуждение, что, ну, вот, ну, в поле, там, да, или где-то, в лесу, это на улице, и так далее. А я сразу, вот, это была и держал, потому что я понимал, что вот мы, у нас, извините, мы еще, у нас, слава богу, есть, жили наши родители, мама моя и Ирина. Я понимал прекрасно, что люди, в 80-ти годах, для них это, и эти испытания совершенно ни к чему, и они избыточны. Поэтому мы постарались, вот, все коммунальные, так сказать, услуги, удобства, которые есть в городе, собственно, здесь, так оно и, вода в доме, так сказать, подробности, теплый туалет, ванна, душ, там, все, что, необходимо. Да, было бы, сначала проблемы со связью, известно, да, но они достаточно быстро, практически, ушли, сэрис, нормальный, полы, появилась связь. Более того, я вспоминаю тот момент, когда, вот, наши соседки, Ира Дмитриева, ее уже, к сожалению, покойный муж, Александр Геннадьевич, а он, человек такой интересный, он в Америке долго прожил, он говорит, ребята, что вы вообще переживаете, вот вы, послушайте меня, что пройдет не так много времени, и вы просто за счет мобильной связи, вам нет необходимости сидеть в офисе, или там штаны просиживать, вы можете работать, вот под елкой под этой, ну, мы так на него посматривали, и посмеялись, ну, что-то, что-то, ну, хотелось бы поверить, но что-то не верится, когда тебе для того, чтобы с Москвой связаться, ну, чуть не на дерево, залезать так с телефоном, прошло буквально 5-10 лет максимум, и действительно, сейчас мы видим, некоторые люди работают, более-менее, сейчас людей выгоняют на удаленках, поэтому практически неважно, где ты находишься, и это, кстати, вот, естественно, мы этого не могли знать, мы могли фантазировать на эту тему, но это вот реальность к нам пришла, ну, да, то есть, в принципе, вот это движение на землю, оно и в этом смысле оказалось стратегически правильным. Слав, вот один из вопросов, который нам задают активно, это вот по поводу отопления, по поводу инженерных коммуникаций, можешь вот рассказать поподробнее, как вот ты сделал, и сделал бы ты так же сейчас, если бы вот начинал когда-то? Да, спрос на самом деле очень такой же утрепещий, и один из основных в нашем, так сказать, в нашем климате. Эффективное отопление, это, конечно, это пол-дела, я так сказал, и я, собственно, не могу сказать, что я какую-то идеальную модель выбрал, но вот та, которая меня, собственно, полностью устраивает, это комбинированная, что ли, модель, которая включает в себя, вот основной, как основной источник, это твердотопленный котел, который топится в основном дровами, потому что дрова, это наш, собственно, здесь ресурс, наиболее доступный и по деньгам, и по доступности, собственно говоря, это немецкий котел Будерус, в принципе, такие есть, такого же производства, достаточно много их на рынке, и отечественных, и импортных, я вот настановился на проверенной модели, она, кстати, выпускается почти 100 лет в неизменном виде, она из себя представляет, это чугунная топка, именно чугунная, я на этом бы сделал акцент, потому что есть специализированные котлы для дров, но с точки зрения стойкости к прогоранию, чугунная топка, она вне конкуренции, она долгие годы себя зарекомендовала, и, собственно говоря, помимо, естественно, в эту систему отопления входит, помимо котла, и система конвекторов, это я выбрал в качестве конвекторов чугунные, ну, их батареи еще называют, да, в народе, чугунные конвекторы, которые у меня, поскольку у меня в несколько помещений отапливаются, то это вот, это как бы объяснение, почему котел, потому что, если вы говорите, если рассматривать печь, то она отапливает одно, ну, максимум два смежных помещения, а мне нужно было отопить помещение на первом этаже и на втором, то есть у меня на двух этажах разведены вот таким образом батареи, и, соответственно, в системе используется не вода, а антифриз, ну, и, собственно говоря, это себя полностью как бы оправдало, поскольку-то в сильные морозы, особенно, когда минус 30, есть, значит, риски промерзания системы, ну, вот у меня за все эти годы, собственно, такого не было ни одного случая, и, собственно, я еще обратил бы ваше внимание, что вот я дополнительно к дровяному котлу еще повесил, то есть используя все ту же самую обвязку, то есть та же самая система, параллельно с ней установил газовый котел. Газовый котел, он запитывается от резервуара, поскольку у нас здесь нет магистрального газа, здесь этот котел как вспомогательный используется, а именно я его включаю на ночь в сильные морозы, и он, соответственно, обеспечивает нормальную температуру в помещениях с последней топки дровяного котла, и до утра, затем я снова включаю дровяной. То есть для меня эта система наиболее подходящая. И еще один момент, я обратил внимание на такое нехитрое приспособление, это источник бесперебойного питания. Аккумулятор и вот этот самый источник. Он, собственно говоря, актуален именно для дровяного котла, потому что по нашей практике в моменты отключения электричества они, как всегда, происходят эти моменты не вовремя. И при полностью загруженном дровяном котле отсутствие электричества, поскольку здесь используется прокачной насосик небольшой, он всего лишь 160 ватт мощности потребляемой, но без него закипает система. Я выбрал тоже осознанно не естественную циркуляцию, а принудительную с помощью этого насоса. Он потребляет минимально, но требует такую опцию, как источник бесперебойного питания. Ну и последнее, чтобы я добавил к системе отопления, я на всякий случай держу про запас. У меня есть в моем основном помещении, где мы, собственно, наше основное помещение жилое, там у меня остановлен еще металлический камин. Для чего он служит? Он актуален, когда еще температура не минусовая, а переходная. Для комфорта топишь, и помещения смежные, в них такая комфортная температура буквально в течение 15-20 минут. Еще котел рано топить, а уже прохладно, или там сыровато в помещении. Или, скажем, сильные морозы, когда утром встаешь, температура низкая, и хочется какого-то комфорта. Ты раз кинул буквально 2-3 полена, и у тебя быстро достигается очень комфортная температура. То есть, если это просуммировать, я считаю, вот такая, может быть, даже это избыточные вещи я назвал, но в принципе они не надуманные. То есть, вот, конечно, самое цивильное это газ, но, к сожалению, пока мы до магистрального газа не имеем доступа. По опыту и по отзывам людей, кто на магистральном газе, это на сегодняшний день самое оптимальное. Даже по стоимости я вот интересовался, речь идет о двух, максимум трех тысячах в месяц. Да, хотя можно предположить, что цены будут расти. Да, конечно. Ну, вот я могу сказать, что это как раз подтверждение того, что газ, который мы закачиваем в резервуар, он практически сейчас остался по цене просто недоступен для населения, потому что это сейчас превратилось в роскошь. Хотя мне это очень непонятно, с каких-то пор у нас отопление является предметом роскоши. Ну, это речь о политике, так сказать, экономической политике, как минимум. Полагаю, такой нюанс твердотопливного котла. То есть, вот у меня печи, печи, понятно, что это я протопил, они долго дают тепло. То есть, здесь же должно по-другому работать. Пока горит, тепло идет. Совершенно верно. Насколько это трудоемко, зимой, насколько часто тебе приходится закладывать. вот эти нюансы. Это очень хороший вопрос. Сделал полную закладку, затопил, ну, это как печь, точно все то же самое. Тут, правда, есть еще такие, в этом котле, такие дополнительные фишечки. Это вот можно, скажем, регулировать интенсивность горения. Интенсивность горения за счет закрытия, перекрытия трубы, собственно, дымохода. Но, действительно, надо периодически подкладывать. Я не могу, сказать, как часто, но я так бы сказал, что примерно в полтора тире два часа надо несколько поленев подбрасывать. И, что касается общего расхода, у меня вот на зиму, я отапливаю где-то 140 квадратных метров, уходит в нашей технологии три тележки. Условно, в условных 15 кубометров дров. Много это или мало, я не берусь судить. По деньгам, но не очень много. хотелось бы меньше, но это доступный ресурс, он доступен и, собственно, сейчас уже мы можем с участков часть дров получать и, в принципе, доступно по звонку тебе привозят дрова. Хочешь голодые, хочешь какие. Береза доступна. Я считаю, что вообще на долгие годы у нас вот эта система отопления актуальна. Будет газ, хорошо, нет, мы на дровах надо подбрасывать, но вот в моем случае, я, если, скажем, даже мы уезжаем на какое-то время, на целый день или несколько, на пару дней, я включаю газовый котел и у меня система работает. Ну да, если кто-то просто сделает выбор в пользу котла, чтобы поднимали, потому что не у всех будет возможность поставить газ, тем более он действительно сейчас стал жиженый, конечно, дорогой достаточно. Короче, вот можно так решать, ну, любой специалист скажет, что, ребята, вся фишка в том, какие у вас теплопотери. Ну да, если вы кардинально решаете проблемы с теплопотерями, то, возможно, у вас топки последние вечерние будет достаточно для того, чтобы утром ты проснулся в комфортных условиях и продолжил свою титаническую деятельность уже днем. Для этого может быть и... А я знаю проблемы моего дома. У меня все-таки основная часть это сруб. И, соответственно, там идеального утепления трудно добиться. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Но, в целом, среднее, так скажем, не идеально. идеально это делают тормоза, но там свои проблемы. Там вопросы вентиляции возникают. Мы сейчас этот вопрос затронем. Спасибо, Слав. Очень интересная у тебя система. Она достаточно доступная. Просто, если говорить про дровные котлы, я бы ориентировался на чугунные топки, они не прогорают. Еще я хочу добавить, когда мы выезжали на землю, конечно, очень важно совместное общее решение, то, что оно будет позитивным. У нас не было никаких сомнений, потому что, в принципе, мы одинаково воспитывались, мы учились в одном классе со Славой, жили в одном подъезде, и как бы формировались мы вместе. И было совершенно очевидно, что интересы у нас были одинаковые. И вот мы как-то гуляя в очередной раз по парку по-московскому, спрашивали друг друга, что ты больше всего любишь? Мы ответили на этот вопрос совершенно одинаково. Природа больше всего мы любили. У нас там были, это был Кузнецкий парк, там были любимые сосны, которые мы просто глазами изъели, потому что мне казалось, что если у меня когда-нибудь будет такая сосна, то счастья ему не будет предела. И действительно, вообще мечты сбываются. Поэтому, конечно, мечтать надо очень аккуратно, потому что для этого нужны душевные силы большие, чтобы переехать в другое место и быть здесь. И, то есть, будучи абсолютно городским человеком, я генетически городской человек, мои бабушки жили в Москве, и прабабушки, и поэтому все захоронения у меня в Москве. и если бы кто-нибудь 10 лет тому назад до 6-го года сказал, что я перееду, никогда бы в жизни я этого человеку не поверила. 90-е принесли абсолютно разрушение вот этого культурного слоя московского, и меня это очень цепляло. Хотя он по-прежнему остался лучшим городом Земли, но просто стал другим. но это не значит, что он не лучший для меня. Все равно лучший, потому что уровень культуры, такой уровень культуры, какой был в Москве, его в России было вообще очень трудно найти. Можно было увидеть разного рода, ну, во-первых, музыкальное очень высокое образование, всякая архитектурная красота, ну, то есть, такого, что в России трудно найти. Все это осталось. Но мы переехали сюда. Начали здесь. Короче, надо любить то место, в котором ты жив. Если ты его не любишь, ты и приедешь в другой месте, ты тоже не будешь его любить. Потому что вот этот стереотип отношений к жизни, он сохраняется. Поэтому, когда ты едешь на Землю, надо любить то место, с которого ты уезжаешь. Тогда будет быстро складываться, быстро вот это состояние твое на новом месте. Хотя очень тяжелое. Ну, мне это похоже, знаешь, как говоришь, мне это похоже на то, что надо просто уметь любить. Как-то, да? Если ты умеешь любить... Надо просто жить в тех обстоятельствах. Да, надо уметь быть благодарным тому, что есть в твоей жизни. Да, да, да. И тогда будет тебе и здесь хорошо, и там будет хорошо. Может быть, просто там действительно твой выбор тебе будет чуть получше. Ведь очень многие из нас говорили, ну, там, в городе плохо, там, это не так, это то не так. А на самом деле, ты это самое, эту энергию принес сюда. И оно здесь все началось. Что-то не так. Конечно, что-то не так. Но я очень хорошо помню. Первое время я ездила в Москву, я работала психологом на консультациях. Но надо было как-то зарабатывать деньги. И я ездила в Москву через неделю первое время. И когда я обратно приезжала, и Слава меня привозила, у меня было такое ощущение, что я выпрыгивала из машины, и мне хотелось вот просто поцеловать эту землю, куда я приехала. То есть это чувство, оно настолько, хотя я генетический городской человек. И в прошлом фильме, который снимали, когда-то 14 лет или больше там назад. Я говорю, что я никогда в жизни сажала картошку. Действительно, я ничего этого никогда не делала. Никогда я не была огородницей. А в последнее время, когда кто-то там спрашивает, ну, че ты вообще, кто ты такая? Я говорю, как кто? Я огородница. То есть я остала, не будучи, не зная ничего. То есть я в свою жизнь мужчине на растение посадила. Хотя у нас была дача. Ты легенду разрушаешь, ну, что ты, честно говоря. Мы тебя представляли, как... А теперь я... Человека на земле, да. А я здесь, когда... А кто такой человек на земле? Это огородник. Хотя первое время мне было тяжеловато, потому что работа с землей для меня сложна, но я себя обучала. Всю зиму я готовилась к весне. Строила свои отношения с растениями, с землей, с воздухом, с пространством. И мне как-то вот удалось увеличить это вот состояние радости. И поэтому все трудности, которые приходят в нашей жизни, они, в общем, удается преодолевать, потому что ты все это любишь. Ну, как ты скажешь, совершенно точно. Ну, вот все, что хотел добавить. Интересно такое, да, у вас, да. Глеб, да, да, да. Ну, может быть, не уникальный, но во всяком случае я просто хочу тут свои три копейки добавить, что разумеется, что вот во всей этой истории очень важно, чтобы... чтобы это был общий план, поддержка взаимная. Иначе все это, так сказать, мы видим. Мы у них сейчас не будем уточнять, но факт то, что иначе это просто складывается совсем не так, как хотелось бы. Ну, и надо еще понять, что у нас в этот момент дети уже были достаточно взрослые, хотя вот младших было еще не так много, а вот Дмитрий постарше, наши дети. И отдельно про детей хочу сказать, что вот Дмитрий, собственно, он был катализатором всей этой идеи, потому что он и наш сосед Константин, они там еще были юные, двадцатилетние расторженные такие молодые люди, принесли нам зеленые книжки известные и сказали, посмотрите, посмотрите, это же вот оно, вот оно, вот тут все сказано. Ну, мы посмотрели, знаете, книги, сказали, да, книги очень хорошие, достойные. А смотрите, вот материалы фонда Анастасии, то есть, уже все это пошло в жизнь, ну, давайте, действительно, Дмитрий, вот Митя, он первый, кто здесь появился, мы в тот момент были, как я уже говорил, в одном из наших выездов, в Воронеже были, и вот получили от него, так сказать, такую благую вещь, что, собственно говоря, процесс пошел. И потом, собственно говоря, мы здесь и оказались. И Дмитриев фактически по сей день, он не просто, ну, он как бы полноправный участник, в каких-то моментах он был даже, как бы, более, что ли, большую часть работы выполнял, всяческой организационной и финансовой поддержки, надо вот, прямо сказать, это семейный проект. Я считаю, что это очень важно, потому что, понимаете, вот есть такая классическая тема отца и дети, да, от меня никто ничего не выходил. Я считаю, редкая, что ли, возможность, редкая удача, когда дети и родители, они в каком-то общем проекте. Да, это вообще. Где-то счастье. Сейчас, да, практически в каком, да, это счастье, однозначно. И поэтому, вот, я считаю, это тоже очень важно, и в нашем случае, я считаю, сыграло позитивнейшую роль. А спонсором сегодняшнего выпуска является проект «Добрая земля», о котором мы тоже уже рассказывали. Я являюсь одним из его сознавателей и занимался несколько лет организацией фестиваля на «Доброй земле». Многие из вас, наверное, могут об этом знать. Нас было вот изначально 8 человек, вот, один из них, это Вячеслав Михайлович Соловьев. Вот, и мы хотим пригласить вас на фестиваль на «Доброй земле», на наше ежегодное праздничное мероприятие большое. В этом 2021 году он будет, в начале июля будет потрясающая просто музыкальная программа, будет очень много мастер-классов, семинаров, и в том числе вот я хочу провести, у нас была такая традиция, небольшой, как бы, круг поселений. То есть, представители поселений, которые приедут на фестиваль, мы можем отдельно собраться и обсудить вопросы, которые нас волнуют касаемо развития нашего движения, да, там, каких-то идейных вопросов, ну, по крайней мере, вот меня это очень сильно волнует, я очень много об этом думаю, но вот я предлагаю собраться, обсудить. Для представителей поселений будут отдельные условия, мы дадим ссылку, вы сможете обсудить вот с администраторами, вот, приглашаем вас, приезжайте. если говорить, так сказать, уже о более приземленных вещах, так сказать, мы, естественно, там, зимними вечерами, там, еще выдачу на фоне, на бумажке, но это я, в основном, рисовал всяческие модели, как этот наш участок будет выглядеть, как он будет спланирован, могу сказать, вот, казалось бы, дом, которым, давайте так будем, здание и сооружение, предназначенное для первичной, для хранения и первичной переработки сельхозпродукции. Сегодня это в таком статусе находится. Так вот, я это здание рисовал, я потом сбился со счета несколько сотен раз, сказал, без ничего здесь хитрого нет. Но в итоге у меня я продумывал каждую, так сказать, деталь, вот как будет. Хотя, я понимал, что не завтра строится, но меня это меняет очень вдохновляло. Я на бумаге перечертил сотни планировок и связанных с зонированием участка, из и, кстати говоря, плавно переходим к вопросу каких-то ошибок. Но то, что я на бумаге рисовал, так сказать, в целом, оно так, собственно, и осуществилось. Ну, понятно, ты же какую-то себе матрицу задал. Это некая смешанная конструкция. То есть, основу, это как бы зимнее ядро дома, это классический сруб, а все остальное, что вы видите, это каркасная система. То есть, это сочетание, потому что по определению я сразу строил дом, исходя из того, что это дом для семьи, со взрослыми детьми. То есть, у каждого должны быть свои комнаты, как минимум. И понятно, что 36 квадратных метров, или даже меньше, это мало. Поэтому вот к срубу, пристроенной вот с южной стороны, это, можно назвать ее веранда, где фактически находится, хотя это утепленное, полноценное для проживания годичного помещения. И оно развернуто вот на южную сторону. И, соответственно, за моей спиной, там вы видите, это пристроенный, это гараж, под общим скатом вот этим. И, собственно говоря, там даже небольшой дровничек. То есть, вот это вот вся, я бы сказал, вот такая классическая, на самом, если посмотреть там на классические там северные дома, они как бы вот стараются все сблокировать. Но я попытался это сделать вот доступными средствами, включая, что и то, что, ну, как бы финансовый, так сказать, ресурс тоже был не бесконечный. Я поэтому оттолкнулся от того, что мне было доступно. И практически в тот же сезон, когда был изготовлен и установлен сруб, я сделал каркас, полностью каркас. И, соответственно, под общую кровлю эту подвел. И по мере возможности достраивал это сооружение. и в принципе, я его достаточно быстро соорудил, я считаю, в течение около года. То есть, вся эта конструкция целиком была готова. То есть, я считаю, в итоге получилось два этажа общей площадью порядка 140 метров, где несколько жилых комнат, часть из них на втором этаже. Это утепленное 140 метров? Все утепленное, да. Ну, гараж, наверное, или тоже он утепленный? Нет, гараж, он с одной стороны утепленный, в принципе, я и не стремился его делать. Ну, я просто умею, ввиду, входит он. Он утепленный, утепленный. он не входит, гараж не входит. Это отдельно. Дровники, дровники, почему. Это, если мы уже говорили, у нас основная система отопления, это дрова для системы отопления, они должны быть непосредственно бризости, дрова, и там сохнуть. Что еще про этот дом можно сказать? тут я сделал какие-то там мансардные окна, вот такое окно, чтобы второй, и вообще, я добивался максимального остекления, с тем, чтобы инсоляцию сделать максимальную. Я считаю, это тоже себя продал. Ну, основной вопрос, да, сейчас бы ты по-другому сделал, или так же? Я полагаю, что вот на сегодняшний день я бы взял за основу все-таки каркасную конструкцию. Ты со срубом? Да, срубом, я ничего плохого про него сказать не могу, но он требует очень тщательный, тщательного как бы стадии изготовления, контроля, да, то есть, короче говоря, сделать идеальный сруб мало кому удается. Все сталкиваются примерно с одной и той же проблемой. Это усадка, это герметизация швов, стыков, и так далее. Как вы видите, пришлось кардинально обшивать. Ты утеплил его еще? Я еще дополнительно утеплил и, ну, скажем, такой фасад еще сделал. Хотя, если обратили внимание, у меня был такой порыв, я, значит, использовал, я вот эту доску сам изготавливал. То есть, брал просто изобретенной доски и на станке ее делал из нее типа в американке. Ну, я уже говорю, что это финансово тоже здесь играли не последнюю роль. Да, у него, кстати, ленточный фундамент под основным срубом и столбчатый, который потом я вот так заделывал. Столбчатый по периметру, потому что здесь нагрузка минимальная. И потом здесь у нас условия по грунту идеальные, то есть сухо, грунтовые воды здесь не беспокоят особенно. Поэтому у меня было такое неглубокое залегание. вот видите, у нас кошечка, она участвует во всех наших активностях. Она местного происхождения, да, вот. Кстати говоря, насчет кошки, а уж кошка здесь появилась. Мы первый год, мы с ума сходили, нас мыши просто одолевали, потому что кругом поле, как только морозы пошли, все мыши в гости к нам, и ничего сделать было невозможно. Только вот Мура нас спасла от этих, собственно говоря, полчищ мышей. Хорошо ловит, да? Мало того, она и с крысами справлялась, как-то, у меня даже фото есть, она ласку два раза приносила. Она очень такая, добычливая. Вот видите, она все, она любит поговорить. Да. Так, что еще по дому? Ну, это металлочерепица, кровля, утепление, кстати говоря, тогда еще, к сожалению, пришлось то, что раньше стекловатый называли утеплять. Она еще не была, ну, в случае, я не знал про наличие вот таких базальтовых базальтовых плит. Да, не только-только на рынок приходили, были очень дорогие. Вот, так что, ну, я бы, вот я бы, как бы, на качестве, качестве бы, сосредоточился утепление. Ага. Потому что, в итоге, вот мы пришли к тому, что и отопление, оно напрямую с утеплением связано с теплопотерями. да. И я вижу, вот по металлочерепице, что, когда, зимой, я вижу, скажем, в некоторых местах проталины, ясно, это потеря тепла, они здесь присутствуют. Ну, знаете, уже дом перестраивать, так сказать, вряд ли, слесообразно. То есть, в таком, каком виде он есть, слава богу, уже 15 лет в нем прожили. Ага. Что-то удалось ему улучшить. Но, в целом, он, как бы, выполняет свои функции. Слава богу, тут есть возможность, сюда приезжают и гости, и наши родственники, самые близкие. Появился еще и гостевой дом, потому что нужно все время расширять, приходится расширять свои, так сказать, жилплощади, потому что многим оказалось это интересно и важно. Да, это здорово. Может быть, здесь, не отходя от кассы, расскажешь нам по поводу планировки, что вокруг у тебя. Да, да, смотрите, вот к чему я пришел. Вот когда мы построили этот дом, он практически был на, то, что говорится, на Юру, да. И вот мы с вами обратили в него это высокое место, самое высокое место на этом вот поле. Впереди, перед нами водоем. и там достаточно, ну вот, как только ветер какой-то поднимается, ему здесь есть где разгуляться. И получается, что вот как бы пришла очень простая идея. Надо вот дворик сделать как бы закрытый максимально со всех сторон. Поэтому вот тут появился и парник, он свою роль какую-то сыграл, как стена. Дальше я построил вот то, что сейчас как сарай выглядит, но в принципе тут такое многофункциональное, что ли, да. Ну, это сарай, вот назовем его. Пособное помещение, вот, но он закрывает достаточно большой периметр. И сзади я начинал как раз вот с этой части, где мастерская у меня появилась. А потом к ней пристроил все остальное. То есть, вообще, я должен сказать, что это, у меня такой как бы принцип, я, когда что-то я планирую, да, я понимаю, что, ну, мой бюджет, он не сходится, так сказать, со сметой. Нормально. Когда у тебя, скажем, возможности ограничены, значит, я что делаю? Я строю, как бы, некую структуру и начинаю ее пошагово, так сказать, заполнять. То есть, вот раз мне вот, вот сейчас нужна мастерская, позарез. У меня остались бревна от строительства дома. Я сделал каркас. И этот каркас вот наполовину я заполнил мастерской. Появились какие-то, там, через год, когда возможности появились, я его там дополнил. Еще, еще. Таким образом, и, кстати, с домом то же самое было. Это я вот к тому, что, когда начинаешь на бумажке прикидывать, понимаешь, что у тебя, вот сколько бы у тебя средств не было, все равно не хватает. Значит, надо как-то вот исходить из того, что ты в реальности сейчас до какого-то результата довести, потом следующий шаг сделать. Ну, вот я вот это так себе представляю. Ну, собственно, вот это, да, и получилась в итоге такая вот, ну, относительно замкнутая, ну, каренни-каренни, как его назвать, вот такая часть, где у меня тут вот газончик, там вот появился, вот видите, у нас там цветничка такой, ну, в прошлом году на него руки только дошли, попросили наших же соседей, вот и у вас, так сказать, что-то у нас мы взяли, и в итоге такой появился цветник. А вообще, это Света, наша соседка, вот как бы его проектировала, что конкретно, где посадить. и мы надеемся, через несколько лет здесь будет достаточно вот такое симпатичное место. Там вот скамейка появилась. Конечно, вы его в интересной концепции сделали, как царская скамейка. это вообще-то, это мавзолей такой, да, вот там чуть дальше, это место, там, Костровища, вообще-то, на самом деле, летняя кухня вот здесь предполагается. Короче, вот в итоге, нескольких лет, оформилась вот такая, как бы, такая центральная часть нашего, жилой части поместья, вот, она вот так выглядит. Потому что граница с соседями, вот, южная, она отсюда при метрах в пятидесяг, меньше, там, 30 метрах отсюда. То есть, у нас, в принципе, мы резонировали таким образом свой участок. Он у нас представляет себя вытянутый прямоугольник с севера на юг. Это 160 на 84 метра. Соответственно, мы вот, север мы замкнули вот этой лесопосадками, которые, как бы, север закрывают. Ну, мы думали, что северные ветра, они самые будут беспокоящие. Отнюдь оказалось, что северные ветра здесь реже дуют. Основное направление это вот юг, юго-запад. Вот. Соответственно, здесь, кстати, и деревья, вот, поводовые, они здесь достаточно им тяжело, потому что нужно куристи. У вас, получается, и ветер как раз дует вот по озеру, основной, он как труба такая. Да, 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 да. То есть, вот тут, понимаете, ну, это как было учесть, это было трудно понять. Ну, я, как бы, не в то, что, не в оправдание свое, а просто к тому, что вот есть какие-то вот такие вещи, которые трудно, так сказать, заранее предусмотреть. Вот, ну, вот первая, какая была неударь, и мы пришли, да, вовремя? Да, да, да. Понятно, что вот на въезде в наш участок вы обратили внимание на то, что мы называем лесополосой, или так можно назвать. Надо прямо сказать, дело в том, что, в отличие от участков, вот, допустим, ваших, ваших, у нас не было вообще здесь ни одного дерева, не было вообще. То есть, это голое поле, заросшее достаточно высоким, даже не кустарником, а какой-то травостойный, какой-то, непонятный, туда, на машине было непросто доехать. Мы и начали с того, что пытались как-то пробиться по этим зарослям. Но, изначально, мы на северной части участка, собственно, где у нас есть основные, мы заложили вот эту лесную, собственно, полосу. Дальше мы разбили грядки, собрали с нее первый урожай, кстати, шикарный, совершенно, эффект целины сработал. А потом все, остановилось, мы поняли, что мы не там стали это делать. Я же не говорю о том, что первые первые два-три сада у нас сели зайцы, пока мы сообразили, что они и четвертый сидят. И в итоге, где-то к исходу, наверное, третьего-четвертого года, мы, наконец, разобрались, где мы, собственно, находимся. Что из-за наш участок представляют, даже показалось бы, участок участка, у него разные даже по почве условия. Потом это мы позже выяснили, что конкретно на практически в этом месте, где мы сейчас с вами сидим, была деревня Старикова. И это вот место называется урочище Стариково. Здесь была деревня, и мы на определенные, что ли, элементы этой деревни натыкались. какие-то остатки фундаментов, явно остатки огорода. И, собственно говоря, мы вот постепенно нашли огород. Нашли огород, методом, так сказать, проба ошибок, мы переместились уже туда, где более-менее у нас дело пошло. Вот, собственно, это вопрос, ошибка это не ошибка. Просто пока это опыт. Ну да, это и такой ценный. Потом я хочу добавить к этому первому нашему огороду, от которого я была в глубоком потрясении, потому что это была первая морковка в моей жизни. Я сейчас помню вытаскиваю, она вот такая, но всё это стоит в траве. Оказывается, вот туда, если к северу идти, у нас такой травостой, что я не могу его удержать. Даже при моём... У меня, кстати, у меня, кстати, прабабушка и прадедушка по папиной линии, они бы садовниковы. И они были действительно великолепными садовниками. И мне было очень стыдно, что я не обладаю никакими этими качествами, потому что их даже на ВДНХ, вот выставку достижения народного хозяйства, приглашали со всякими их цветами, растениями и так далее. Они там это всё демонстрировали. На мне талант этот отдыхал, это было видно. Но у меня осталась вот эта страсть к выпалыванию. То есть, от них мне вот этот кусок отвалился. То есть, я могу часами сидеть и выдёргивать эту травку. Так вот, там я не могла с той стороны, в той части, где у нас был первый огород, я не могла это делать, я не могла это удержать, потому что травостой был настолько жестокий. Что я называю жестоким травостой, который не выдернешь, в принципе. И тогда мы перешли в другое место, а там совсем другая трава. Она гораздо легче, она воздушнее, с ней можно работать. Вот, конечно, у нас здесь многие и не пропалывают, и как бы всё просто закладывают в сену, но я ведь садовник. Я от этого не могу уйти. Для меня это радость, что у меня чистые грядки. Для меня это радость. Бывали времена, когда я болела, не чувствовала себя плохо, и моё страдание было безмерно, потому что я не могла достигать вот этого садовнического, садовнической чистоты участка. Ну, имеется в виду огородной части. Ну, такая у меня особенность. У нас же есть у каждого человека. Резюме такое, что есть пермакультурные подходы, а есть классические. Есть классические. Вот я классический, я традиционный, я генетический. У кого какой получается. Каждому своё, да. вот всё-таки мне интересно, вот в том ключе, который... Начали мы разобрать. Нет, вот я пытался спросить, вот сейчас, если бы вы начинали обустраивать этот участок, вот что бы вы сделали там, ну, по-другому там, может быть. То есть, ну, там уже огород, я понял, что мы каким-то чудесным образом сразу бы его нашли. Но, например, там что-то ещё готовить, какую-то другую пулочью, там сажать, что там, строить. Я отвечу, так сказать, коротко, таким образом, ну, как бы принципиально, я считаю, мы вот тот замысел, который был, ну, например, что я имею в виду, вот, помимо всего прочего, вы, если обратили внимание, у нас дом глубоко от границы находится. у нас тоже, как бы, что так далеко дом поставили, дорогу к нему, там чистить надо. Да, не снизить. Вы знаете, а я из чего исходил, я как житель большого города, я вот себе представлял, что когда в десяти метрах от тебя машина проезжает, это некомфортно, понимаете? И я как бы особенно пошел на это. И, в принципе, я этого, так сказать, это решение бы сейчас повторил. Значит, я бы так сказал, вот, то, что, ту тему, которую мы сейчас обсуждаем, все-таки это касается, скорее, техники, технологии, строительства, там, сельского хозяйства. Вот, если укрупненно сказать, я сказал бы так, что, но это не касается, собственно говоря, конкретно данного участка. На мой взгляд, в идеале, мне бы хотелось, вот, если начиная сначала, как-то больше, что ли, времени своего, собственно, уделить и попытаться, как бы, с усилия других, своих соседей, сосредоточить на нематериальных, так сказать, активах, если так можно выразиться. А именно, ну, как бы, больше времени уделить и получить, на мой взгляд, какой-то результат, связанный с нашими, какими-то общими делами. Это касается и, там, юридической стороны, и, как бы, некого строительства и сообщества. понимаете, я, здесь можно долго на эту тему говорить, я не стал бы углубляться, но смысл такой, что, естественным образом, мы первые годы ушли на то, чтобы просто обустроиться, чтобы, как бы, была крыша над головой. Но потом, потом все равно ты приходишь вот к чему. Хорошо, мы действительно, вот мы показали, что мы можем построить дом, жить в нем достаточно, не просто выживать, а жить достаточно комфортно, или там, ну, в зависимости от того, кто как себя представляет. возникает вопрос, зачем? И он как-то отодвигается, вот, такими семиминутными делами и заботами, там, естественно, когда ты язык на плечо от усталости, у тебя это, ты только ночью, у тебя не может, в голове так что-то возникнет. Но, что я имел в виду? Я предполагал, что, ну, как бы, для себя в идеале, я видел такую картину, что вот все наше сообщество здесь, включая всех наших соседей, я его рассматривал как некий, что ли, кооператив, где каждый какой-то свой, то есть, какой-то, какую-то свою тему, развивает свою тему. я понимаю, что это немножко такая утопическая вещь, но, вот, в идеале я это видел, что мы работаем на какую-то одну общую задачу, идею, и каждый развивает то, что ему ближе. Ну, условно, там, у нас есть, вот, мы сейчас уже за эти годы мы уже поняли, фактически всех уже знаем, да, и понимаем, что, допустим, Ханины, это великолепные садоводы, цветоводы, там, не знаю, люди, вот у них, они генетически для этого созданы, у них все получается. Таких, ну, две, может быть, три семена. Лобановы еще. Да, просто, вот, это то, что в них проявлено, и это их дело, это им нравится, они этим горят. И вот оно сейчас, действительно, на этом мы видим. Кто-то от земли достаточно далек, у него своя, свои, так сказать, свои компетенции, свои дела. И вот мы вот этого, мне кажется, момента не смогли оценить, что, вот, такое развитие, при котором предполагает, ну, некую общую, общую структуру, где каждый развивает свой какой-то, будь то бизнес, будь то это, социальную активность, вот это дает колоссальный, так сказать, вот, ради этого стоит все это затевать, если мы в какой-то, ну, как вот в общем, как бы, контексте действуем. К сожалению, это, наверное, ну, как бы, в идеальной, что ли, мере, это недостижимо, но я бы к этому стремился. И вот в этом я вижу наше вообще, вот, даже сегодня то, что нам удалось сделать, вот, те наши совместные какие-то, вот, действия, их не так много, но их можно перечислить, да, они дают совершенно фантастический эффект, то есть, люди удивляются, когда мы достигаем, так сказать, ну, как бы, каких-то результатов. Ну, вот, в качестве примера, вам всем известный, наверное, год или два назад, ситуация с озером, да, вдруг озеро стало мелеть на глазах, ну, оказывается, да, допустим, обращение к начальству, оно, естественно, ничего не дало, а просто, вот, просто, когда мы кинули такой печь, и люди собрали небольшие, достаточно материальные средства, объединили усилия, нашли людей нужных, буквально там, в течение двух недель, проблему решили. Это удивительно, да, потому что, по сути, мы как бы действовали неправильно, потому что надо было дожидаться, там, каких-то решений, там, начальства, выделения бюджетов, вот, мы понимали, что нам, не хотелось бы, чтобы наше замечательное озеро превратилось в болото, и это нам дало вот такое, то есть, это просто, вот, может, небольшой пример, невеликое дело, но я вот тут вижу, знаете, вот, есть такая, то, что раньше называли земством, когда, вот, на Руси, или в России уже, когда люди, вот, живущие в этой местности, они сами свои проблемы решают, и это, вот, я вижу, вот, как бы, это перекликается с тем, что мы, собственно, здесь пытаемся делать, вот, вот такая мысль. А я могу добавить, вот, я сама рассылку-то не читаю, это мне Слава рассказывает о том, что в рассылке, когда там какие-то особенные вещи, мы сошли с ним совершенно четко в одном моменте, что это такое чудо, когда человек пишет, что я, значит, тяжело заболел, у кого есть смородина, там, привезите мне ее, пожалуйста, и через 10 минут у этого человека на крыльце стоит смородина, для меня это самое большое умиление, которое вообще может быть. И все я что знаю, что кто просит, кто что говорит, например, кто едет в Владимир, мне очень надо, или купите мне, пожалуйста, лекарство. Это какое-то, какое-то постоянное волшебство. Мне кажется, вот это единение, оно присутствует, просто нас всегда, ну, как бы, отталкивает индивидуальность каждого человека, особенность его. То есть, кто-то так понимает, кто-то по-другому понимает, но в целом, жизнь в поселении, среди таких людей, которые действительно, действительно необыкновенные, просто каждый по-своему, кто-то воспринимает тебя, кто-то не воспринимает, мне суть важна. Но то, что здесь живут совершенно удивительные люди, и с ними радостно жить, хотя есть конфликты, и конфликты нам тоже учиться проходить, потому что я не умею проходить конфликт, я все сглаживаю, а Вячеслав Михайлович, он просто их усиливает. Вот, поэтому, соответственно, вот, оказывается, кто конфликт, самый конфликтный человек, впечатляющийся. Вот, поэтому, соответственно, соответственно, жить на природе, вот в этом пространстве, чистом, прекрасном пространстве. Теперь, когда Слава говорила о том, чтобы поставить в глубине дом, я человек верующий, и, конечно, я люблю очень храмы, я воспитанная на огромных московских храмах и всегда посещающая их, для меня здесь не хватало. И оказалось, что на том берегу озера у нас есть развалившийся совершенно храм, которым никому нет никакого дела. Первое, что мы начали, это мы начали ходить туда на субботники и пытаться хоть как-то вокруг там что-то преобразовать. С нами даже батюшки ходили. К нам приезжала сегодняшняя нас батюшка 11-й. Здесь никто не удерживался, потому что очень тяжелая служба. И вот представьте себе, я как бы, идя к решению всех своих мечтаний, подходим сюда, где, говорит Слава, будет дом вот здесь, и я вижу, а из нашего окна площадь красная видна, и я вижу купола, купола церкви. Сейчас уже, конечно, деревья поднялись и мало видно, но зимой, осенью и весной я вижу эти купола этой церкви, которые сейчас восстанавливаются, опять же, благодаря деятельности каких-то каких-то необыкновенно волшебных людей, которые трудятся на этом храме. Я пою в храме, я тоже свою вношу лепту, как я могу. Храм Дмитрия Солонского замечательный. Вот. Поэтому здесь вот мы нашли место, вот я могу точно сказать, что мы нашли место мира и покоя. Вот. Оно может быть несовершенным, оно может быть каким-то не таким какое-то время, но потом, когда ты находишь свои ценности, видишь свою какую-то внутреннюю красоту в этом во всем, у тебя это все получается. Ты совершенно четкая. Потому что если тебе дети пришли, боже мой, а если тебе пришли еще матушки твои, моей маме 93, славиной 90, и они каждое лето приезжают и живут с нами. Ну это, ну я вообще ничего не могу сказать. То есть это какая-то вот милость такая, которую можно только оценить вот душой, но не тем. Вы, да, невероятно богаты в этом смысле. Да, мы богаты везде тем. что у вас матушки живут до сих пор. Да. На самом деле разговор таким витиеватым образом развивается. У меня был вопрос по поводу поселения, и он такой очень интересный. Да, пожалуйста. Интересный отец звук. И ты, слав, как бы сразу к десерту перешел, да, буквально. Вот, да. Ну я предлагаю все-таки попробовать может быть чуть поконкретнее. Если опять же вот вернуться к тому же самому вопросу. Если бы заново мы создавали, вот как тебе все-таки кажется, какую-то надо структуру что ли тогда задавать изначально? Как это должно выглядеть? То есть мы по сути ну пошли таким путем, ну кто чем хочет, тем и занимается, и люди как бы случайным образом, ну или не случайным, да, с какой-то точки зрения, объединяются между собой. Могли бы мы в это еще что-то добавить? Какой-то структуры, которая дала бы нам больше эффекта? Как бы ты это видел? Да знаешь, я может быть не четко сформулировал, да и точно не четко сформулировал. Я и не имел в виду создать какой-то, я не знаю, у нас были такие попытки создать совет поселения, да, какую-то структуру, ну что ли, организующую. но они как бы ничем закончились. И я вообще-то считаю, что наверное, дело не в том, что создать какой-то орган управляющий, скорее всего, он вот на практике он не сложился. Я вот что имею в виду, что нам надо было, наверное, знаешь как, вот я сейчас попытаюсь, так сказать, не сильно отклоняясь от темы. Мне в самом начале вот того момента, как начали жить, не хватало каких-то вот разговоров по существу. То есть, вот что мы будем делать конкретно, вот допустим, вот в этом году, что мы хотим сделать? Ну словно, мы хотим построить общий дом, к примеру. Извини, в бизнесе это называется стратегические сессии. Вот стратегические сессии. Спасибо, что подбросил такое мудреное словцо, так сказать, термин. Я думаю, что, наверное, вот это. Мы частично, может быть, стеснялись как-то говорить о своих насущных проблемах. Мы же видели, что у всех проблемы. Но, наверное, потом, наверное, вот такая еще вещь. Это, кажется, в нашем национальном менталитете. Мы как-то боимся высказывать и отстаивать свою точку зрения. То есть, не просто скандал устроить, а аргументированное мне это больше, чем всем присуще. четко высказывать свою позицию и отстаивать ее всеми, так сказать, доступными средствами. И если эта позиция, она как бы воспринимается, то она, так сказать, потом каким-то образом воплощается. Вот я это имел в виду прежде всего, потому что вот просто в качестве примера, если помнишь, у нас здесь была Даяна Кристин, это известный автор, как создать успешное поселение. И вот это как бы на контрасте. Вот ты сказал про анархичный характер нашего появления и проживания. А вот именно, что вот эта Даяна никак не могла понять, как мы вообще пытаемся что-то делать, если у нас нету общего представления. и выяснилось из ее же так сказать беседы с ней, что в течение семи лет, вот она конкретно живет в неком тоже, ну это эко-поселение они как бы называют, но суть дела не меняет. Они семь лет потратили на то, чтобы со всеми так сказать соседями договориться о процедурах. Ну, к примеру, решение любого вопроса. И они вывели какую-то свою формулу, что допустим вот есть вопросы которые решаются там квалифицированным большинством, там больше двух третей голосов. Какие-то речь идет о каких-то сущностных вопросах принципиальных касающихся развития всего поселения. Часть вопросов решается простым большинством, а часть обсуждается до того момента, пока это не снимется с повестки дня. То есть понятно, что я говорю о том, что вот видите, они потратили на массу времени, когда мы спросили, ну а вы смогли все свои проблемы таким образом регулировать? Конечно нет. То есть все равно вопрос в чистоте и в принципиальности вопросов. То есть я вот к чему, что нам это точно не грозит. Российская так сказать ментальность она не как бы так вот просто не вычисляется и логикой ее трудно измерить. Поэтому вот мы собственно говоря и получили какие-то вот особенно если ты помнишь во всех поселениях какие-то конфликты возникали спорадически. Потом также они куда-то все растворялись непонятно о чем был сыр-бор. Вот я к тому, что нам на самом деле приходилось и приходится учиться культуре совместной жизни. Когда люди просто под ковер не заметают свои какие-то проблемы потом выясняется посмотреть страшно. Есть такие я просто напомню что вы пытались такие модели рассматривать давайте мы будем значит у нас будет земля в собственности некоего некоммерческого партнерства мы вводим жесткие правила если эти правила не выполняются то вплоть до так сказать до свидания. К счастью мы по этому пути не пошли. Да вот это вот управляемая анархия она как на самом деле нас освободила от такого рода эксцессов ну естественно она так вот чтобы я хотел изменить я в себе бы хотел изменить то есть мне не хватило силы воли возможно характера пытаться вот как-то проводить какую-то свою линию не то что свою линию а попытаться формулировать вопросы которые в принципе всех касались а я по своей наивности думал слушайте у нас есть свои инициативная группа есть лидеры нашего поселения я думаю что они наверняка они так сказать в ту же сторону глядят то есть у меня были такие представления типичная ошибка что они думают так же как и я совершенно нет они не хуже не лучше думают они по-своему думают и в итоге когда вот это ну как бы несоответствие оно выливается в какие-то критические формы возникает там какой-то конфликт поселения ну благо я бы не хотел пугать наших слушателей у нас никаких революций ничего особого не произошло но очень много сил потратили времени энергии мимо ну вот чтобы конкретно отвечая на твой вопрос что бы хотелось изменить что бы я бы пытался изменить я считаю что мы принципиально неправильно выстраивали отношения с окружением то есть мы же не на Марс высадились да здесь люди жили долгие-долгие годы мы потом в течение ряда лет узнали что есть совершенно уникальные здесь люди которые так сказать нас многому научили мы обращались к их помощи поддержке и так далее да и соответственно а мы оказалось так что мы как бы вот как-то себя противопоставили хотели мы этого или нет возможно это чисто так скажем так частично этого было нельзя избежать поскольку мы как-то непонятно декларировали для местных декларировали свое здесь появление как мы его декларируем вот мы знаем как лучше чем вы и собственно вы нам не указ вот такой примерно был посыл это же касается может даже в большей степени касается администрации местной мы себя неправильно спозиционировали с самого начала вот наши же мы же с тобой прекрасно знаем в разных регионах совершенно по-разному складывались отношения и у нас я бы сказал в этом отношении что ли самый печальный опыт мы себя так поставили что теперь туда трудно войти хотя мы понимаем что допустим далеко ходить не будем но муниципальном уровне совершенно нормальные вменяемые люди мы с ними так сказать какие-то вопросы решаем и будем решать и нас жизнь заставляет это делать то есть если коротко нужно было как бы если можно было отмотать пленку назад надо было правильно себя позиционировать и идти на контакт с нет никаких каких-то вот таких страшных чиновников с которыми невозможно ни о чем договориться это не так и у нас совершенно другие были бы результаты если мы смогли бы вот эту модель как известная история не имеется слагательного наклонения поэтому будем хлебать полной мерой и ничего страшного мы же видим что все на самом деле меняется и отношение к нам меняется законодательная база меняется потому что действительно какие-то подвижки мы видим я считаю в позитивном для нас направлении то есть я бы выделил на самом деле вот эту социальную сторону то есть мы говорим об устойчивости развития нашего поселения и тут сразу мы натыкаемся на эти вещи то есть надо правильно раз мы оказались в этой точке земного шара значит нам надо понять что это такое изучить историю этого места мы кстати сейчас много узнали о том где мы находимся и правильно себя позиционировать к остальному социуму я бы даже не стал выделять тому месту где мы живем и людям с кем мы живем я думаю остальные технические вопросы которые так или иначе мы всем так может быть резюмирую не знаю согласишься со мной или нет что мы не совсем понимали на старте важность вот этих общих дел по крайней мере мне я признавался в прошлом сезоне в своем видео что я как-то представлял что моя задача на этом гектаре и все так же сделают и у нас автоматом все будет хорошо а потом когда у тебя рождается ребенок ты понимаешь что детский садик и уже потом пошла добрая и так далее но как бы ты видел вот эти совместные обсуждения конкретику с какой частотой надо было собираться я думаю раз в месяц если бы мы собирались пускай даже не было у нас еще крыши над головой в принципе такие у нас были попытки общая поляна в принципе она для этого была задумана но мы не смогли этот потенциал как-то развить обычно эти посиделки как бы сводились к скажем так разного рода ну там трактовкам короче говоря мы в основном о зеленых книгах говорили и это если людям интересно то да действительно это хорошо что ли об этом говорят но по сути как-то содержание пропадало вот содержание я все и думал или я дурак или я понять ничего не могу мы вот говорим о высоких материях а извините у нас еще пока мы туалеты себе не построили ну давайте мы какую-то все-таки тематику более жизненную ну и возможно я просто более прагматично как бы к этому отношусь но мне вот этого не хватало и я считаю вот ты думаешь про периодичность ну я думаю если бы ежемесячно мы смогли бы хоть на шаг продвигаться ну наверное какие-то другие результаты были потому что мы много времени потом потратили на какие-то ну грубо говоря там не знаю терки-нетерки во всяком случае то есть получается так мы на большой поляне говорим об одном потом рассаживаемся по своим кухням мы говорим о другом то есть как в худших традициях так сказать советского времени да то есть вот этот стереотип мы сюда перенесли это вот от себя не убежишь на самом деле это не мы плохие вот мы вот собственно так в принципе ты напомнил те времена я думаю действительно нас наверное бы частые стратегические сессии бы не спасли на тот момент на тот момент времени потому что мы настолько были к этому не готовы то есть у нас на заветном же тоже общая поляна прекрасная да мы каждую неделю собирались молодцы в течении наверное там ну конечно летом в основном даже зимой собирались иногда чай тоже делали и ну конечно это было просто какое-то восторженное обсуждение как все прекрасно и как все будет еще прекраснее без какой-то конкретики вообще. И даже тогда было непонятно, собственно говоря, что надо обсуждать. Сейчас уже становится понятно, но некий груз, недопонимание, так называемых конфликтов уже мешает нам собираться вместе чай пить. А тут вот еще один момент какой. Я такую формулу простую вывел, что мы прекрасно собираемся, когда крыши нет над головой. А потом появилась крыша над головой, какие-то свои уже тут дела. Чайник, плита газовая появилась, и понеслась. И то есть мы как бы коммунальная квартира, а потом появились квартиры индивидуальные. Та же самая история. Мы по своим индивидуальным... И это нормально, когда человек свой очаг обустраивает. А у нас вот здесь конкретно была вот прям вот, пальцу могу показать, где. Я просто сделал такой небольшой навес, покрыл его баннером, как это водится, и у нас там была летняя кухня. И вот мы никого не звали, мы так сказать, специально не объявляли, оп, народ потянулся к нам. Мы всех приглашали, естественно, ребят, приходите там. Особенно в плохую погоду. И у нас постоянно на нашей кухне там были свои какие-то разговоры. И вот, собственно, там-то мы все высказывали так, как нам то, что на днях было важно. Это вот, собственно, подтвердили. Но вы свои стратегические сессии проводили. Главное, в те времена, было просто. Нас было просто крышу сделать, да, и все. И люди сами потянутся. Да, и самовар там появился, и все. Сколько там за стол садилось народу, никто не считал. Десяток минимум. Да, и они шли целый день. И мы, так сказать, вспоминаем об этом с большой теплотой. А однажды мы едем сюда и смотрим, этой кухни нет. Был такой ураган, что она совсем содержимая перевернулась и улетела дальше. Так закончилась эта кухня. Уже к этому моменту мы уже кое-что построили. Да, мы уже кое-что построили. Но кухня улетела, и мы настолько были потрясены во ее отсутствие, что даже не посмотрели немножко сзади, где она валяется. Мы просто решили, что ее кто-то куда-то делал. Волшебным образом. Здесь волшебство бывает. Мне кажется, что касается социального опыта, это опыт, не более того. И мы такие, как мы есть, и сразу прийти к какому-то более-менее приличному объединению практически невозможно. Это надо очень себя сильно изменить и так трансформировать, потому что по-другому у нас не получится. Сейчас очень много изменилось. Мир изменился, мы изменились, но пока к общей точке соприкосновения мы не можем подойти. Да, наверное, и не надо. Это все равно поезд. Но это самое бесценное, что есть на Земле. Опыт. Когда ты знаешь, вот так не надо, а вот так я лучше буду делать. Вот это важно. Мне кажется, в этой социальной жизни. Но если взглянуть просто за пределы нашего поселения, есть примеры поселений, которые немножко по другому пути пошли, то есть потенциально это возможно, но таких, конечно, примеров там буквально, мне кажется, не знаю, раз-два. Там вот ковчег, и многие понимают, что это благодаря Федору Лазутину, у которого был до этого опыт там, типа, артели, как я понимаю, как мне рассказывали, и он понимал же, какие нюансы могут возникать, и что это надо как-то четко там. Вот, кстати, я по поводу структуры хотел добавить, что структура-то ведь, она может быть более жесткой, ты имел в виду управляющая, как орган, а может быть более мягкая, ну, структура, вот как я ее понимаю, там заложить какие-то традиции, то есть традиции там вот этих вот, ну, сборов, ну, отчасти у нас что-то там закладывалось, да, но, может быть, подумать над этим можно было бы еще поконкретнее, да, какие традиции. Традиция такая вещь волшебная, то есть если она там, если удалось ее внедрить, то она уже потом вот, ну, структурирует, как бы людей, да, ну, задает какой-то вектор развития, но вот без какого-то прям управляющего. Хотя, ну, вот, честно говоря, я считаю, что есть тоже примеры, да, поселений. Я вот, например, не против там где-то такого, ну, грубо скажем, авторитарного там метода. То есть если есть там, вот с той же Даяной Кристиной, я как раз уже рассказывал, по-моему, я задавал ей вопросы, я говорю, а что делать вот если, ну, реально есть в сообществе, ну, авторитетные люди. Ну, то есть ты как бы не можешь этого отрицать. То есть все собрались, но есть люди просто вот у них действительно, то есть, ну, на них немножко смотрят, да, то есть когда там, ну, вот. И это, и это некий ресурс. Вот. Я говорил в прошлом сезоне тоже об этом, сейчас чуть повторяюсь, да. И, соответственно, ну, как бы, если просто пытаться, вот, ну, грамотно управлять ресурсом, таким социальным ресурсом, да, в поселении, то на это бы, по идее, надо обращать внимание, потому что авторитет, он может задавать, как бы, ну, его слово все равно весит немножко больше. Как к этому правильно относиться? Все равно изо всех сил считать, что все равны, вот. Ну, может быть, не совсем. А у вас есть заветным такой человек? Ну, не знаю. Мне кажется, что особо нету, но, но, ну, вот примеры, как бы, если я говорю, там, вот, ну, Ковчег тот же самый, все равно, я как понимаю, не декларирует такое, там, всеобщее братство и равенство, но вот был Федор там жив. Ну, понятно, что Федор, Это что, это что? Поэтому он очень четко, да, подчеркивал, да, что вот, ну, там, как я понимаю, опять же, да, судя по рассказам, что вот, ну, равенство и братство, но, тем не менее, многим было понятно, что он такой лидер, как бы, да, вот, ну, вот у нас все равно, вот мы когда Добрую Землю создавали, ну, очевидно, Виктор Яковлевич был нашим лидером, ну, ну, что там, он депутат Госдумы, там, неоднократный, да, ну, авторитетный человек, мы у него и собирались, там, когда обсуждали это, ну, вот, благодаря ему, это как бы, ну, сложился наш там коллектив, вот, он нас объединил, ну, это некий ресурс, да, такой вот, ну, вообще-то не пророков, но это отдельный вопрос, это, да, это что-то, та же самая, кстати, вот, Даяна Кристин, еще раз ее упомянем, она же как раз рассказывала, она говорит, вы знаете, говорит, я езжу, говорит, по всему миру, меня слушают, принимают, говорит, а в своем поселении меня не слушают, это вот классика жанра, да, да, говорит, в своем поселении, говорит, меня так, говорит, какая-то, тетка на джигере, да, да, очень непонятно, сложно, очень сложно, это да, 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 но тем не менее, с другой стороны, мне все равно, вот, нравится, вот, как вот сегодня мы у вас собрались, то есть, я в этом смысле себя считаю тоже счастливым человеком, что я живу вот в нашем содружестве, и такое теплое, ну, как бы, ощущение вот от людей, которых ты знаешь уже там 10-20 лет, ты живешь мы с ним, это как вот у тебя множество родственников, то есть, я не знаю, это я просто вот, ну, я еще обрастаю, как бы, такими же людьми в других поселениях, вот, у нас тут печник, там, Сережа Шевляков, недавно был, там, Саша Соболин, он строил печку, он, когда уезжал, я как будто вот родственника провожал, то есть, вот, у меня четкое ощущение, прям близкий родственник поехал, и это, ну, конечно, я вот это ощущаю прям как богатство, невероятное, и счастье, и таких знакомых. в городе это очень сложно, только среди своих друзей еще как-то, а вот среди соседей, ну, никак прям. Да, да, в городе вот этого нет, да, 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 и это обедняет очень, особенно сейчас, жизнь очень обедняет. Я вот когда жил в своем поселке, вот, кто бы мне сказал, я пойду потом в Москву, да, и что я, например, буду жить, и там, ну, потом снимал там квартиры, да, я не буду знать, кто там соседи мои, по сути, даже не буду знать, как их зовут, что это вообще возможно, таким образом жить, это было бы для меня, ну, какой-то фантастикой, то есть, как это, это же, вот когда была Москва, лучший город земли для меня, в те годы, все было по-другому, правда, все друг друга знали, потом не было такой миграции, сейчас же в одном подъезде, вот мы же сейчас со Славой с 63-го года жили, в одном доме, и там вот сейчас мы жили, и потом наши дети живут, и я практически знаю только одного человека, все остальные поменялись, очень сильно, это вообще нереально, зацепиться за кого, все исчезают, все появляются какие-то новые, новые люди, это бесконечный процесс, это новый город, не всякий здоровается в подъезде, раньше это было нереально, невозможно, чтобы с тобой не поздоровались, какое-то слово не сказали, такого не могло быть, но в то же время, ну, в маленьких городах то же самое было, наверное, раз уж в Москве это всегда было, ну да, да, конечно, в Москве это было всегда. вы вот, слав, Огород сразу где-то в этом месте начали делать? Хотя нет, ты говорил, что да, вы в другом месте пробовали. Вот это вот место, к которому вы пришли в итоге. Короче говоря, первоначальный огород был примерно в 100 метрах отсюда, на север. Потому что так мы нарисовали на бумаге в свое время. Нам показалось, что красиво. Нужно следовать плану. Мы следовали плану, сделали вот эти грядки. Что-то решили стартовать. Этот опыт был не совсем удачный. И мы стали искать где. И вот практически мы наткнулись. И когда я что-то копал, гляжу, земля совсем другая. То есть когда ты начинаешь что-то делать, ты начинаешь понимать, с чем ты имеешь дело. И в итоге мы перетащили грядки себе сюда. Ну как перетащили, там оставили и пришли сюда. И как бы в течение ряда лет, я не могу сказать, я сразу хочу сказать, что наш опыт не является каким-то, который надо копировать или что-то. Но у нас в итоге какой-то набор грядок образовался, где мы выращиваем в основном зеленые культуры. Картофель мы высаживаем на основном поле. Вот здесь, кстати, мы просто посадили еще картофель под укрытием. С тем, чтобы он просто раньше подошел молодой. Классическим анастасийским. Классическим, да, не фермокультурным, мы его так назовем. И, соответственно, здесь у нас грядки, вот если видите, клубника и так дальше. Ну, значит, тут ничего здесь такого. Чеснок, там вы видите, свекла, этот самый, морковь. А вот что про эти грядки мы... Да, и, кстати, вот это появился, вот этот сарай, о котором мы, собственно, говорили. И я решил использовать южную сторону для винограда. И, в принципе, это себя оправдало, там достаточно, так сказать, виноград. Но что касается винограда, я тут тоже пас, я не, так сказать, я его вижу так. Я понял, что здесь мне с ним трудно справляться, потому что он очень хорошо пошел. И он здесь не умещается. И я, соответственно, вот сейчас уже заложил за моей спиной такой вот... И сделаю там то, что перголой называется. Посажу виноград, частично, возможно, пересажу. И дам ему возможность развиваться так, как он хочет. То есть у меня нет каких-то иллюзий, что я каким-то виноградарем стану там. Что с ним делать, потом не очень понятно. Но, в принципе, это очень интересная, полезная вещь. Есть, например, да. Что еще про огород сказать? Вот видите, у меня просто, знаете, голь на выдумке хитра. Вот это был у меня раньше колодец, да, сруб колодезный, деревянный. Когда я переделал колодец, ну, сруб было выбрасывать как-то жаль. Я его заполнил вот землей, да, мы там сейчас огурцы выращиваем. Вполне себе, кстати, нормально. Ну да, они там прогреваются хорошо. И прогреваются хорошо. Компостика. И еще у меня, я сразу сделал две теплицы. Ну, первую теплицу, большую, ну, относительно большую, деревянную. И там чуть погодя следующую деревянную теплицу. Время подошло, когда и конструкции обветшали, и поликарбонат стал непрозрачным. Я решил их просто демонтировать, теплицы, ну, частично. И грядки, которые там будет использовать, вот в режиме, в режиме, так сказать, грядок открытых. Ну, при необходимости, используя укрытой материал. Ну, и приобрел просто теплицу стандартную и установил для помидоров, огурцов, как-то так. Ну, тут нет ничего такого замечательного. Это традиционная капля шестиметровая. Вот, и еще сделал маленький парничок там для перцев, да. Оказалось, что перцы там все очень неплохо чувствуют. Ну, короче говоря, что я хочу сказать. Если человеку это интересно, он не обладая какими-то суперспособностями, вполне может себе вот то, что мы называем борщевым набором обеспечить. То есть, тот набор овощей, который у вас на столе всегда бывает. Картофель, лук, чеснок, морковь, я не знаю, там, свекла. Что я не назвал еще? Ну, перец хоть, хоть. Но перец, это уже, правда, перец и томаты, и помидоры, в смысле, эти огурцы. Это скорее парниковая история. И это, так сказать, если это вам нужно, то это в состоянии сделать. Мы, конечно, сейчас говорим не про, как бы, такие, что ли, фермерские истории, а про самообеспечение и обеспечение там, ну, допустим, я вот своих родных всех картошкой обеспечу. Ну, вот я со своего там небольшого участка, ну, около 20 мешков всегда собираю. Мне, конечно, столько не нужно. Да, это так прилично, да. А вот маленький вопрос такой. Вот я смотрю, у тебя по большей части, насколько я вижу, все-таки не короба грядки, да? Или, может быть, старые остатки, да, там, короба. Но ты в итоге как бы от коробов отходишь? Да не то, что отхожу. Я, понимаете, вот, они догнивают короба, они быстро догнивают, да? Ну, да, да. Устанавливать металлические я как-то вот, ну, не то, что лень. Я не очень, ну, наверное, все-таки, если я буду делать короба, то, скорее всего, металлические, потому что у меня, вообще я, между нами, я все-таки что-то подручного обычно делаю. Ну, понятно. Из каких-то там остатков. Если говорим про доски, они как бы вращаются, то есть они, так сказать, нет в них вредных никаких, так сказать, составляющих. У меня вот это немножко греет. А для меня, в принципе, перекопать их там, тем более я использую это, если мотоблоком. И потом, это, извините, вот эта земля, она уже в течение ряда лет с ней работа идет. Ну, да, да, да. И там совсем другая, так сказать, проблема. То есть не то, что нет проблем вообще. Ну, вот, если говорить про кабачки, я вынес уже на периферию, они там вообще как сорняки растут. Их остановить невозможно на границе, там какие-то вот канавы и так далее. Я их засыпал, ну, тем, что преет, ну, в основном это вот растительные вся-таки остатки. Насыпал туда песок, торф, немножко сверху этих самых, ну, нормальной плодородной земли. И они там так поперли, что их остановить невозможно. То есть это, на самом деле, дело такое, вот, просто надо подойти к этому. Примениться. Да, примениться, да, и все. Все будет хорошо. Да, и я, собственно говоря, вот, ну, нам хватает и кабачков, и тыкс, чего угодно. А можешь рассказать вот еще околоогородную, но и строительную тему? Каким образом ты хранишь? Какой-то погреб у тебя есть? А, да, 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 да. Где ты хранишь урожай? Вот смотрите, я храню, да. Ну, как минимум, да, вот эти 20 мешков картофельки. Ну, да, конечно, это много. Я сделал такой нехитрый, вот, в том гостевом доме, у меня есть такое пристроенное помещение, где овощехранилище. То есть вы же понимаете, что у нас сделать полноценный погреб из-за грунтовых вод проблемно. Поэтому у меня он немножко, как бы, подзаглублен. Я тоже опытным путем пришел, что у меня примерно на штык заглублен пол. Соответственно, деревянная конструкция утепленная, и там у меня все это хранится. Но я там еще установил на всякий случай, вот, для сильных морозов, этот, как же называется, инфракрасный обогреватель потолкается. Полуэрный, да, вот лицей? Да, да, полукиловатный. И в сильные морозы просто включаю его на какое-то короткое время. Ну, просто может промерзать, да? Да, ну, в сильные морозы. А так вообще, вот, какой температурный режим там удается? Где-то, ты знаешь, от 5 до 10 градусов. 5 градусов. Идеально. Но при 5 градусах, там, ты не контролируешь, там, где-то, в углу, там, уже ноль, там, да? Ну, да, может. Ну, должен тебе сказать, что за эти годы у меня потери особых не было с промерзанием. Ну, не знаю, там, ну, какой-то, ну, может, там. Сетка картошки ушла, может, за все это время. А так там все, полки, там, консервация себя стоит. То есть, это необходимая вещь. А потом так, я как еще это организовал? У меня дверь открывается в жилое помещение, где печка. Соответственно, пока там топится, там тепло. Ну, то есть, это на ночь. Головно, что в ночи в минус 30 там не бахнуло. Вот, не для этого у меня вот этот... Ну, понятно. Ну, это в деньгах, это недорого. Ну, да, это я, собственно говоря, вот хотел сказать. Можешь тогда посмотреть в качестве альтернативы. Я этот вопрос с погребом кардинально решил у себя. У меня там очень хорошо все хранится. Но это довольно дорогое удовольствие. Да, да, да. А вот есть такой вариант, действительно. Да, эконом вариант. То есть, вы выделяете какую-то комнатку. Скорее всего, надо делать с северной стороны этого здания. Вот, чтобы в тени это все было. Утепление потолще можно, да, там, постараться, да, чтобы он хорошо сохранял. И просто, да, сберегать от замерзания. И все. Да, да, вот такой подход. И там будет более-менее прохладный. Ну, там, извините, там 9 квадратных метров. Там можно очень много, так сказать, еще... Ну, да. Пилки плюс полки. Да, да, да. Ну, в темноте, да. Отличный вариант, да. Ну, вот по поводу сада тоже хочется спросить, чтобы недалеко от огорода, да? Расскажи про ваш опыт. В итоге вот деревья, вот прям мы стоим, да, плодовые деревья, вот яблони в основном. Я тут уже начал потихоньку соображать, как их надо обрезать. Ну, может, не все правильно, но что-то формирую. С учетом того, что вязайцы тут работают, они свое ведут, так сказать. Ну, понятно, вот видите, сетки, это уже теперь не, так сказать... Ну, для таких уже серьезных деревьев зайца это не такая проблема. Но тем не менее, у меня тоже деревья сначала все были вот там, туда, где-то в средней части. Они в итоге сейчас все сюда перекочевали, за небольшим исключением. Значит, нормально себя чувствуют яблони, груши, как ни странно. А что ты считал, что груша – это такая более экзотическая культура? Нет, они вполне себе нормальные. Вот они первые цветут. Как ни странно, вот мы все про Владимирскую вишню, так сказать, слышали. Вишню здесь чувствуют не очень. Но мне, правда, объяснили умные люди, что я неправильно сажаю, надо их раскислять как следует. То есть нужно хороший... В яму там надо щебень вот этот вот доломитовый. Тогда они очень не любят. Короче, какой-то опыт набираем, да? Ну, в итоге, я не могу сказать, что каждый год, но у нас яблок достаточно для потребления. А если вот эти деревья, они еще и сохранятся, там подрастут у них, то их более чем достаточно. Здесь я не считал точно сколько. Порядка двух десятков у меня плодовых деревьев. Я считаю, это вполне чем достаточно. И груши тоже, ты говоришь, тоже? Груши, да. Вот груши, да. Вот они вот две, видишь, груши. Основные. Да, вот третья маленькая. Ее зайцы совсем съели, я думал, все, их она. Нет, они не доели. Что-то осталось. Я ее, так сказать, спас. И она пошла нормально. Ну, кустарник самый простой. Смородины, да, нормально. Кстати, крыжовник шикарный здесь растет. Я его ведрами собираю. Не знаю, куда девать там. Все выгодные. Не, варенье. А я уже, так сказать, мне очень крыжовник нравится. Хороший такой, четкий крыжовник. Мы что-то даже... Ну, короче, делаем из него кое-чего-то. И варим уже, варить научились, как интересно там. Ну, это уже чисто кулинарные вещи. То есть, вот эти все доступные вещи. Что касается клубники, не очень. Но это наша проблема. Опять-таки, из-за суховатых поливов не хватает. Ну, то есть, если это откровенно, мы не сильно вкладываемся там, где плохо идет. То есть, надо... Вот формула простая. Сосредотачивайся на том, что у тебя получается. Ну, потому что нет, как бы, такой прям иллюзии, что мы вот прям весь мир чем-то накормим. Надо... Потому что все равно мы в итоге все в глобусе встречаемся. Понимаешь? Ну, это да. Это есть, да. Ну, вот, все-таки... А, да, да, да. Еще раз, да. Вот, получается, опыт вот накопленных лет... Да. Да? То есть, вы бы сейчас сад бы сразу здесь сделали. Ну, если бы знать. То есть, как бы, получается... Я просто не совсем понял, почему он оттуда ушел. Потому что здесь вам проще за ним приглядывать? Здесь дом рядом? Нет, сейчас скажу. Садом и совсем просто. Первый сад заложил сын Дмитрий. Ага. Он его просто заложил, ну, как бы, вдоль границы. Ага. Но этот сад, он недолго... Причем он деревья из ВДНХ привозил, там, страшно дорогущие, какие-то там особые. Ну, зайцы их съели совершенно, так сказать, без всяких... Без зазрения совести. А потом, значит, не то, что потом. Фактически, вот, когда я стал зонировать, у меня вот в той зоне, где, собственно, сад рос, и которого уже, как бы, не стало, после первой зимовки, я понял, что там я буду просто держать, как бы, значит, обрабатывать эту землю. Я бы даже так, правильно, как правильно сказать? Если хочешь, пашни. Ключевое слово, пашня. Там примерно 20 соток. Агропромышленная зона. То есть, у меня вот на моем глобальном плане зона пашни составляла примерно, там, ну, чуть меньше тридцать, там, 25 соток примерно этой, да? Вот я буду ее упорно возделывать. И я этим и занимаюсь. И сейчас, и сейчас там, это не просто бессмысленная пахота, ну, в какой-то смысле, в какой-то части бессмысленная. Потому что чисто экономического смысла в этом нет. Но, я, как мне показалось, восстановил природное плодородие. Поскольку оно здесь было нулевое, то оно, так сказать, нормально его восстанавливать. То есть, во всяком случае, я там освободился от каких-то немыслимых сорняков. А это же переопыление, переосеменение, да? И там, что я делаю? Ну, во-первых, там у меня чисто вот прагматически это вот картофельное где-то пять соток, даже меньше, там, три-четыре, максимум пять соток у меня под картошкой. А остальное все это зерновые. Там две полосы у меня всегда рожь. И причем уже рожь стала нормальная, так сказать. Я даже вот рискну, сказать, что какие-то урожаи собираем. Ну, таким традиционным способом. Снопы, молотим. Ну, это часть и шоу, и часть, так сказать, и нет. А потом это зерно идет, наши же соседки из него делают хлеб. То есть, это можно... То есть, здесь размалываете сами, да? Да, тут мельничка есть, все это и есть, мы все это делаем. Вот. А то, что у меня вот как бы примерно половина, то есть, мне вот из этих 25 соток примерно соток 10-15 достаточно. Вот я тут, что я перечислил, занимает 10-15 соток. А остальное я засеваю этими самыми... Ну, короче, чем-то засеваю. Конкретно, вот я понял, самый дешевый овес. И чередую все эти... Ну, просто для восстановления плодородия. Для восстановления плодородия. То есть, ты, возможно, его даже перепахиваешь, прежде чем он созреть, на вес, да? Да, конечно. Просто в зеленую массу. Да, вот такая пермакультурная, скажем так, история. И в итоге это вот это вот... Ну, мы там подойдем, если можно посмотреть, там уже сейчас что-то больше похоже на поле, на пашню. И я собираюсь этим дальше заниматься. Мне это как-то не улом. Я не исключаю, что в какой-то момент времени мы там что-нибудь вдруг рискнем выращивать. Или там вот наши молодые силы, так сказать, что-то захотят. Ну, поле для гольфа мы там всегда сделаем. Никто не... Можно еще вопрос... Какой-то вот опыт с Межой какой у вас был? Очень хороший опыт с Межой. Да, вот довольны вы? Нет, что вы сделали? Нет, я ее просто кашу. Все, я не жду там никого. Дело в том, что вот мои соседи здесь редко бывают. Мы же друзья с ними. Я вопросов никаких не задаю. А вот тут, к сожалению, участок опустел. Ну, а мне не в лом. Я хожу со своим этим мотоблоком и прокашиваю. И вполне себе. Ну, а вот живая изгородь у вас из чего состоит? И насколько вы... Ну, это было удачным решением? Насчет удачным, неудачным... Нет, я считаю, что она себя как-то оправдала. Ну, удачным для вас, естественно. Нравится вам это? Нет, нравится. Значит, удачно. Нет, нравится. Я не знаю, какую еще от нее можно пользу излечь. Вы в основном большие деревья как-то садили? Знаешь, они были маленькие, потом превратились в большие. Ну, они превратятся. Но имеется в виду, мы же когда понимаем, что мы сажаем липу, то, скорее всего, она будет большая. Можно же предположить такое. Нет, то смотри, если откровенно, я вот... Вот то, что вы видите, я с дачи привез. Просто пустыкал там и пошло. Кусочек родины. Нет, я начал по-честному. Начал какие-то кустарники высаживать, они никак. Что-то то ли я их скашу, то ли они никак, то ли их вымерзнут. А потом там что там? Там ничего особенного. Там эти самые осинки, березки, черемуха. Вот эти вещи. Ну, они, конечно, это не изгородь. Ну, мне сердце радует. Да нет, ну, почему не изгородь? В принципе, выглядит как изгородь. Нет, дело в том, что... Просто имеется в виду, она не это. Ну, да, да. Нет, ребят, тут вот что еще важно. Я вот как-то инстинктивно, так сказать, все-таки закрываюсь. Не от чужих взглядов, а от ветров. И вот тут ветра немножко гасит. Просто если просто полтора метровую изгородь или двухметровую, это не совсем то. Некая кулиса появляется. И тут все-таки это работает. А здесь вот, видите, мои соседи тут даже прикрывают как. Так что вот в итоге это складывается, да. Вот я бы сказал, у нас как-то с межой нет проблем в том плане, что ну, нам как-то, ну, по ней уже давно и не пользуемся. То есть, то есть, зрение там что-то завести по ней или что-то еще, да. Ну, да. Пройтись по ней легко, там просто для... Если куда-то надо пройти. Ага. Вот, но с межой нет проблем каких-то. То есть, просто надо ее косить. Вот, да, вот мой сосед Володи, он тоже себе мотоблок поимел, и мы с ним уже, так сказать, делим эту, так сказать, заботу пополам. И все хорошо. У вас небольшая артель, кооперация. Ну, да, кооперация на тему покосить межу. Вот, у вас, вы сказали, был там незалисенный участок. Да. Вот нету ли у вас такого ощущения сейчас, что, например, может быть, имело бы смысл, там, часть участка просто вспахать, там, вначале как-то подготовить. Или еще какую-то глобальную такую подготовку. Иногда некоторые говорят, что, там, ну, там, сделали бы сразу бы, например, прежде чем что-то вообще сажать, сразу бы сделать водную систему какую-то, да. Вот, ну, вот, какие-то такие желания. Я отвечу по двум основным позициям. Что касается водоема, водной системы. Если ты обратил внимание, наш участок, это самая высокая точка нашего поля в родном. Поэтому у нас другая проблема. У нас не заводненность, а наоборот, так сказать, недостаток. И я, честно говоря, порывался несколько раз, несколько раз порывался все-таки выкопать пруд, но я у меня все время останавливала одна простая вещь. Я вот себе представлю, я вот, ну, я скажем так, ну, практически, можно сказать, почти все водоемы посмотрел вот у наших же соседей. И получается, что буквально вот два-три, которые вызывают, ну, не то, что зависть, белую зависть, да, и хочется такой же сделать. Но я понимаю, что у меня он не получится, а просто выкопать большую, так сказать, дыру и там на донышке воды иметь. Это как-то я считал просто неправильным и как-то даже это саму идею, так сказать, просто профанирует. Мы самого Якимова приглашали. И он ходил с лозой и искал, где у нас. Нет, ну тут реально просто мы видим, что потом, мы же знаем прекрасно, потом-то мы узнали, что наше поле миллиарированное, тут заложена система дренажа, и тут, собственно говоря, нечего искать в этом смысле. Те участки, которые ближе к лесу, они там, естественный уклон, там, да, с водой все, я бы сказал, даже в избытке она. И там пруды и вся эти водные все дела, они очень кстати и необходимы. То есть, короче, я посчитал, что не нужно, ну, грубо говоря, обезьяничать, вот нужно, как у всех, сделать пруд. Если это будет плохой пруд, никому от этого лучше не будет. Что касается, то есть, я как бы вот по поводу пруда и воды. Теперь, что касается, вот какой момент. Я исходил из того, что вот лесополоса в северной части, она как бы на классический, да, северный ветер и так далее. А роза ветров здесь другая. И я бы вот сейчас сосредоточился на вот этой южно-юго-восточной границе. Юго-западной. Юг и юго-западной. И, наверное, тут бы первым делом посадил высоко растущие деревья, они бы некую кулису создали. То есть, вот это, ну, это пришло, так сказать, я, честно говоря, до розы ветров не дотукал. Ну, просто мы здесь видим по, я не знаю, вот у нас получается так, скажем, вообще, получается, живем вроде в разных местах. У тебя свой климат, у вас свой климат, ну, даже не климат, а направление ветра, ты, может быть, его и сильно не замечаешь. За высокими деревьями, да, у нас шквал, идет бесконечный шквал. Более того, если говорить там про вот эти наши сельхоз, эти усилия, грядки моментально высыхают, короче, суховее. Прям просто стопроцентное, так сказать, такое впечатление, что мы где-то... У вас с этой стороны, наверное, еще так как бы на взлет немножко... Ты знаешь, он почти плоско. Вот здесь вот чуть-чуть, вот совсем немного, вот... У нас очень сухо. У нас плоское практически все. Где там тонут, везде, а мы ходим в шлепнули. Но зато у нас комаров меньше. Да, у нас сдувают комары. То есть, что я, вот если так порезюмировать, да, наверное, вот учесть розу ветров, то есть не просто какие-то общие соображения север-юг, а направление реальное вот в этом регионе. Но это надо просто более подготовиться к этому. Тем, кто только приступает, да, к своему участку, просто сразу обратить на это внимание. Да, ну, естественно, уклоны. Не постараться защититься от этого, если у вас независенные участки. Да, конечно, конечно. Да, если уголы, как у нас. Потом уклоны. Я сейчас к ним отношусь как раз, то есть, если у вас есть какой-то небольшой склон, да, если это какой-то обрыв, то да, это проблема. А если уклон, это шикарная вещь. Допустим, вы планируете, когда планируете построить свой дом, вы должны, так сказать, если у вас есть уклон, обратить внимание на это и спроектировать так, чтобы, скажем так, если мы говорим про систему канализации, то есть, это такая вещь немаловажная. Учесть этот уклон, использовать его, так сказать, в своих целях и сцептики поставить локальную систему с учетом этого уклона. Тогда у вас будет эффективно все работать и, собственно говоря, это тоже достаточно важно. Ну и там есть элементарные представления о том, как проектировать, где разместить колодец по отношению. Да, и вот это важно очень, что у нас здесь в наших условиях водоносные слои очень близко. Это наше богатство, потому что мало где-то такие условия. У вас колодец, да? Да, колодец. Ну, очевидно, что вода – это, ну, не знаю, сколько процентов в объеме жизни, но это один из основных ресурсов, это всем понятно, да? И он появился даже чуть раньше, чем дом. Тоже понятно. Соответственно, из этого колодца, я, как бы, он не глубокий, всего лишь там 8 колец. Ну, там постоянно минимум 3 кольца воды, то есть это около 3 кубометров воды, всегда в наличии. В водах высокого качества, ну, за исключением какого-то короткого периода, когда грунтовые воды… Глины немножко поднимаются. Да, поднимаются немножко ввесь, но это короткое время. Ну, фильтры для этого существуют. Ну, да, да. Вот с этого колодца мы, соответственно, запитываем основной дом, гостевой, тут прокопано, труба просто где-то туда. Тут фактически работают всегда 3 насоса, не всегда, вернее, 2 насоса постоянно. Один насос, это мы, вот, если видите, вот здесь, ну, летний, как бы, вариант, когда мы просто погружной насос и, соответственно, водой поливаем все, что здесь при ее досягаемости. Что еще про колодца сказать? Мне интересно, вот вы искали место или вот прям… Нет, не искали, потому что мы обратились к одному нашему известному тебе специалисту по колодце, он говорит, ребята, вы знаете, это, мол, не тот случай. Тут, ну, есть, конечно, там, типа, тут очень надо постараться, чтобы не попасть в воду. Ну, здесь попали, здесь нормальная вода и дебет хороший. Ага. Вот, то есть, я еще раз, это нам просто повезло, не то, что вот прямо такие вот все… Я имею в виду в том смысле, что Судогодский район, он самый водонасыщенный. И вот, хотя вот был момент, как мы вспоминали, что был пик такой, засушили его периоды в 10, по-моему, году, если помню, изменит, когда вот вы горели все болота. То есть, вода ушла глобально там, и нам пришлось еще на два кольца заглубить нашу систему, и все, с тех пор мы, собственно, про воду особо не вспоминаем. Ага. В том смысле, что она в наличии всегда. Ага. И не промерзает, здесь мы проложили, у нас вот конкретно, вот для большого дома у нас стоит насосная станция под лестницей, и, соответственно, здесь хватает, ей хватает мощности, чтобы забирать воду из… А вот туда погружной насос. Ага, ага. Я вот сейчас уже даже не скажу, какая система лучше. Ну, вот какое преимущество станции? Ага. То есть, у тебя сам аппарат стоит в пределах досягаемости. Ага. Ты посмотрел на него, ох, что-то какая-то ошибка там загорелась, раз, ее скинул, и… А если у тебя что-то с насосом погружным происходит, ну, извините, надо залезть туда, вытащить из воды этот прибор и с ним разбираться. А если это минус 20 на улице, это не очень комфортно. Ну, да, да, да. Ну, всякие истории могут быть, но во всяком случае, вот из той техники, которая есть, вот, слава богу, тфу-фу, она нам не мешает. В смысле, она нас обеспечивает, выполняет свои функции. Ну, вот, я просто подумал, когда время появилось свободное, я его решил так вот как-то оформить. Ну, вот, да, кстати, я хотел тоже обратить на это внимание. Ну, вот этот цоколь-то как раз… Довольно эстетично. Цоколь-то как раз это прагматичная вещь, чтобы туда не протекала. А я просто посмотрел, ну, можно было плиткой сделать. Я посмотрел, вот это, это, как же это называется, ну, короче, камень, отделочный камень. Он буквально копейки стоит, он дешевле плитки. А вид у него, ну, естественного, да. И даже мои, вот это я делал сам, так сказать, без всяких особых тут. Ну, конечно, это не, так сказать, не Микеланджело, да, Буанароти. Ну, нормально, вполне, да. А вот это, кстати, у меня дубовая крышка. Потому что, ну, все-таки это на годы. И сделал еще вот этот навес. Ну, тут вот наш, как бы, из навеса я тут в качестве кровли использовал эту самую осиновую дранку. Ну, она со временем, так сказать, просто декоративная. Ну, это вещь такая декоративная. Ну, флюгер там появился. Ну, его, как-то ж такое более-менее... Это у кого? У Жени Малинкина? Да? Забавная вещь получилась. Ну, в принципе, да, это здесь почти... Вот такая она видовая, да. Да, да, да. Ну, собственно, вот все, что про... Короче, с водой нам повезло. Вот резюме такое. Это надо умудриться, так сказать. Нужно ли делать скважину? Не уверен. Да, я тоже, как бы, непонятно. Ну, это, может быть, есть только у кого-то промышленные прям запросы на объем воды какой-то в сутки. А там даже не с объемом. Там просто ты из другого берешь уровни, да? Ну, у нас просто близко хорошая вода. Ну, в принципе, да. Да, да, да. А мы еще, да, еще один момент вот какой иметь в виду, что мы уже теперь, так сказать, что в какой-то момент времени, если ты у тебя, как бы, это вот... Короче, скважину надо получить разрешение. Да, да. А в дальнейшем, я так понимаю, налогообложение. С колодцем пока нет, вроде бы, а там видно будет. Сейчас уже надо, как бы, и думать немножко вперед. Да. Насчет экологии там и всего прочего. Я просто хотел буквально ваше внимание к чему привлечь. Вот, казалось бы, чисто такая технологическая вещь. Вот здесь вы видите горловина газгольдера, который вот обеспечивает газовый котел. Ну, я просто решил, поскольку появилось, ну, как бы, избытки вот этого грунта, не куда-то вывозить его, а сформировал. И, соответственно, вот появилось что-то вроде такое, ну, это громко скажем, альпийская горка. Она сразу как-то вот заиграла в общем, ну, как бы, в общем оформлении участка. Ну, да. И, соответственно, вокруг нее сформировался вот такое ядро, более-менее симпатичное. Вот с левой стороны, это я так замаскировал септики. Ага. То есть, это вполне себе, короче говоря, даже... А, там септик, да? Да, там септик, там два колодца последовательно. Ага. Вот мы про колодцы говорили. И, соответственно, от второго колодца, вот первый колодец приемный, где твердые фракции оседают, следующий переливной, в смысле переливной, следующий. И от него закопаны туда вот вдоль, вдоль границы, там небольшой уклончик есть. Да. Две трубы перфорированные, это то, что вот поля и аэрации так называемые. Вот это вот... Ну, получается, все под землей, ты наружу не выводишь. Все под землей, все как в книжках пишут, все по-честному. Ага. У меня гораздо больше прет, у меня похожая система, только в три колодца. Ага. У меня прям очень часто, если вдруг дожди, а уж там даже не месяц-два, а там больше гораздо, у меня наоборот прет все в септик из поля и аэрации. Слушайте... Где влажно, это сложно сделать. Нет, я вам должен сказать, что, пожалуй, вот эта система канализации, это самая тонкая. Ну, да, поэтому и спрашивают вот зрители, и мы поэтому вот затрагиваем. А я вот, я как бы, если помните, я говорил, что надо искать обязательно уклон. Ага. И вот естественный уклон на участке, к нему надо привязываться. Ну, это да. Потому что ты уже поставил дом, а начнешь искать, а куда? То ты, ну, 50 на 50, а может и больше. Ты попадешь, есть ли такая возможность куда отвезти? То есть именно чтобы был уклон. Ну, да, да, я согласен. И, соответственно, какие почвы? Это все определяет. Ну, да, вот если попробовать, вот резюмировать для тех, кто задумывается об этом, да, для новичков, да, получается, если у вас грунт достаточно сухой, нету такой увлажненности, которая у нас в основном, да, то, в общем-то, вы можете делать эту систему, да, под землей все, поле аэрации, просто под уклон еще, чтобы как бы все-таки уходила влага даже под землей, она все равно должна куда-то уходить. А если вот у вас где-нибудь там глинистые, влажные почвы, такое типа болото, то вот, честно говоря, я вот слышал, вот Хольцер, да, как бы у себя делает в горах, ну, по другой причине еще, да, все равно тоже уклон нужен. Нужен, вот, какой-то обязательно уклон, но вот по моему опыту можно выводить наружу, как бы это, но это надо тогда, конечно, тут вот затрагивается вопрос какой-то эстетики, то есть желательно выводить, может быть, у вас, например, там, живая изгородь, где-то какой-то лесочек, там еще куда-то, вы вывели, да, и то есть оно на воздухе, там, например, у вас, если, да, два или три колодца, у вас уже серая вода выходит, по сути, как бы наружу, да, и вы ее вывели, она на воздухе, да, она все как бы разлагается, и... Да, да, у вас там потом зарастет, соответственно, такими растениями, то есть получается влажная почва, как вариант вывести наружу, и под уклон куда-то по рельефу оно сходит, если не такая влажная, то спокойно делать под землей, и это вообще супер вариант, там все отфильтруется, и будет хорошо. Ну, потом мы же речь ведем о, ну, как бы, в жилом доме, где там проживает, ну, не знаю, там, два, три, пять, ну, даже десять человек не проживает. Очевидно, что мы говорим про объемы небольшие. Ну, да, да, да. Это же не промышленная история, тут говорить там про загрязнение особо нет. Ну, плюс к этому мы, естественно, стараемся экологическими средствами пользоваться, которые разлагаются, то есть там, ну, ферри, как бы мы не льем, это такой тоже достаточно важный момент. Ну, тут я не вижу, так сказать, особых там экзотиков. Ну, вот это сумахи одни из наиболее так... Саша, что ты хочешь сказать? Что, Саша? Аллея как получилась? А, как получилась аллея? Аллея получилась таким образом, значит, она, соответственно, как бы, дорогу, то есть мы изначально, как я сказал, запланировали дом подальше от въезда, появилась дорога, она, кстати, не сразу такая, потом еще отсыпали ее. Ага, ага. В нормальном состоянии, и вот эти первые, первыми посадили мы лиственницы. Они долго достаточно сидели, так сказать, их лет пять мы их почти не видели. Ветрами их, наверное, тут, да? Их как-то, да, они не очень... Когда укоренились, они пошли вверх, и мы, честно говоря, не ожидали, чтобы быть такая стена. Вот, мы их... А вот, когда появилась лиственничная аллея, захотелось какую-то ей, так сказать, оппозицию составить. Ну, и вот самое удивительное, вот это вот дерево береза, это вот единственное дерево, которое здесь само выросло. Она даже как-то отличается от тех берез. И, соответственно, мы просто посадили часть наиболее быстрорастущей и доступной березы, а там дальше, вот до конца уже, мы целенаправленно сажали липы. И таким образом у нас такая смешанная получилась аллея. Вот, она очень неживописная, и, по сути, она тоже определяет вот то, что здесь такой вот микроклимат создается. Вот, я же не говорю про эстетику, особенно и вот сейчас и весной, и осенью, когда все это золотое. Это очень, так сказать, как-то красиво. Да, да, красиво. И потом это, знаете, по фэншую, это непрямая линия, да, вот такая дуга, она как бы на прострел, так сказать, ее не видно там вот конца этой аллеи. Все равно где-то теряется в бесконечности. Да, да, да. Так можно выразиться. Ну, вот тут еще появилось, кстати говоря, вот что здесь я еще отметил, пока мы здесь находимся. Ну, вот тут на всем протяжении дороги канавы нет, но вот в этой части, вот где флажок, там появляется канава, по которой вода отводится, ну, как бы с северной части участка. И по трубе она под дорогой переливается туда вот. А, вот здесь вот выходит, да? Да, она выходит, да. И у нас вот тут была перевлажненная всегда. А, и, наверное, через дорогу переливалась. Ну, она не перед, но все, в случае, размокала, да, дорога размокала. То есть мы вот тут-то и такое еще решили прагматическую задачу. Проложили трубу и отвели воду. И у нас, по сути, когда вот тут небольшой уклон чувствуется, да, и у нас, когда идет таяние, там же снегу масса, да, и он так вот переливается, вот тут видно, видите, я тоже вот это, как бы такое русло, его видно даже. Сюда вода отводится. А, ага. А его перекрывать не стал, чтобы вода-то не заставилась. А вот из канавы, соответственно, вода через трубу. Ага. То есть, ну, вот как-то в итоге мы, так сказать, частично интуитивно вот эту зону оформили. Ну, вот там. Все, что здесь. Ну, короче говоря, все, что для жизни нужно, здесь все есть. Слав, ну, еще пару вопросов. Да, конечно. Ты знаешь, вот вопрос какой, много тоже его задают, интересен ваш опыт. Вот у некоторых поселенцев он достаточно богатый. Вот есть ли у вас какой-то доход в поместье? И в том числе я бы включил сюда, то есть, самообеспечение. Потому что это же тоже такой скрытый доход, да? То есть, когда вы обеспечиваете себя овощами, фруктами, да? Вот как ты оцениваешь, вот, ну, самообеспечение и есть ли какой-то доход? Ну, смотрите, со мной очень простой вопрос. Мы с женой получаем, мы как бы в заслуженном отдыхе. Мы получаем пенсии. Это уже как бы, это основа нашего дохода. То есть, я бы сказал так, что для людей вот моего возраста, там, пенсионного и постарше, пенсии достаточно для того, чтобы здесь какие-то основные свои задачи решать, связанные. То есть, вот тут же нет коммунальных платежей, это в прямом виде, да? Понятно, что нужно, там, деньги потратить на отопление, там, на электричество, вот этого, там, на бензин, в конце концов. Этого достаточно. Какие-то еще, там, заработки у нас есть. Ну, они временные, они, скорее всего, связаны с нашей, вот, деятельностью, там, в рамках доброй земли, так сказать. Ну, это, я их не стал бы как-то даже называть, потому что они не систематические, да? Это, и вот, вот, как раз второй этот фактор, который ты назвал, вот, обеспечение. Я считаю, что вот это вот, наш этот борщевой набор, так называемый, это очень хорошее подспорье. Потому что мы так регулярно, ну, скажем, даже раз в месяц мы в магазины не выбираемся. То есть, ну, это, да, купить хлеб, там, молоко, это вот здесь достаточно, да? То есть, я бы вот так сформулировал, что на эти деньги в большом городе прожить практически невозможно. А вот в условиях поместья, с учетом, конечно, что вот ты успел какую-то базу создал, да? То есть, вот таких текущие расходы перекрываются. Ну, для молодых людей заработать как? Ну, я бы стал, я назвал бы, но мне лучше на эту тему не распространяться. Это как бы я кому-то какие-то советы даю. Нет, я бы не стал советовать ничего. Ну, сейчас просто многие удаленно работают, да. У всех своя ситуация. У всех своя ситуация, да. Кто-то на месте с тройкой зарабатывает, кто-то удаленно. Я бы вот так, я бы решил так вот сформулировать, что расходы для, как бы так, поддержания жизненных систем вот в поместье и в городе несоизмеримы. То есть, в разы отличаются. То есть, ну, грубо говоря, вот он на 40 тысяч, вот у нас семья с женой 40 тысяч в месяц получается, да? Мы себя очень комфортно чувствуем. Даже кому-то помогать пытаемся. То есть, вот это, это на самом деле вопрос. Вот мы же не можем только на пенсию, да, сказать, рассчитывать. То есть, молодые семьи, они, так сказать, вот у них перед ним этот вопрос в полный рост встает. И тут, я бы вот для меня это так вот, снаружи это так выглядит. Или ты должен уметь удаленно зарабатывать. Как это вопрос? Или ты каким-то ремеслом должен владеть востребованным. Вот, собственно, а может быть не или и или, а и и. Может, еще что-то придаваем. Может, что-то, да. Но я просто других источников не понимаю. Ну, да, да, да. Вот прямо так вот сказать, что давай, паши-ка землю. Я уже сейчас так не стал бы вот прямо советовать пахать. По многим соображениям, в том числе и экологическим. Да, да. Потом у нас надо понимать, что у нас земля здесь, скажем так, с ограниченным, ограниченным плодородием. Поэтому ждать каких-то чудес мы стоим. Очень сильно ограничено. Да. И, наверное, ее не стоит пахать просто потому, что вот кто-то там приказывает ее пахать. Не надо торопиться с этим. Ну, да, да, согласен. Ну, и вот другой вопрос. Это, конечно, вам хорошо бы сырый его задать. Не знаю, будет тебе что сказать или нет. Вопрос касаемо семьи и детей. У нас многие зрители интересуются. Вот заметили ли вы какие-то изменения в отношениях ваших, да, там, когда сюда переехали, взаимоотношениях с детьми? Как вот на вас это повлияло, вот, ну, как на семью? Ну, я свою точку зрения могу искать. Здесь, как бы, появилось больше свободного времени для реализации каких-то своих, может быть, скрытых даже каких-то способностей, возможностей. Вот Ира, например, она упоминала, она вдруг, она никогда этим, так сказать, особо не интересовалась, она поет в хоре церковном. И это ее очень мотивирует, и это интересно. Она, будучи филологом по образованию, так сказать, для нее древнерусская, как бы, вот, литература, это, в общем-то, вещь известная. Она это вот находит реализацию вот таким образом. Я какие-то свои инженерные, так сказать, забавы могу себе позволить, да, в том числе и не бесполезные, да. Вот, и потом у нас просто физически больше пространства стало, чтобы, допустим, друг другу не мешать и заниматься своими какими-то, вот, сугубо индивидуальными делами. Ага, ага. И при этом у нас общее, совершенно общее, я уже упоминал, что, допустим, говорить про детей, то нам есть, у нас есть возможность какие-то совместные делать вещи. Ага, ага. Вот, вот, вот так я сказал. Более того, вот столько, сколько мы путешествовали, находясь здесь, то есть, это не значит, что мы здесь сидим безвылазно. Ага. Скажем, ну, месяц там, или сколько-то там, недель в году мы можем себе позволить попутешествовать. Ага. Посмотрите Россию, и не только Россию. Это очень большая мотивация. Ага. Это, я считаю, тоже очень важно, да. То есть, понимаете, вот есть такой стереотип, ну, люди забились куда-то в глушь, сидят там и не высовываются. А на самом деле у нас здесь очень высокие, высокие степени активности. И к нам люди приезжают, мы куда-то ездим. Это, как бы, не было, да. То есть, я бы не стал тут как-то вот, то есть, я хотел бы такой стереотип, может быть, он надуманный, разрушить. Что вот это вот, какие-то сидельцы в глуши. Отнюдь, отнюдь. Тем более, вот сейчас, как бы, коронавирусная история, она показала, что, ну, многие ищут такие места, где можно, вот, так сказать, уединиться на природе. Да мы просто на коне оказались. Да, мы в тренде, мы в тренде, да. То есть, на самом деле нас, как бы, выталкивают, ребята говорят, давайте вы куда-то, давайте отсюда. Да, да, да. А нет, а надо же не просто убежать, надо найти себе место, где ты можешь как-то развиваться. Да. Среди себе подобных. Особенно это касается с семей, с детьми, которым нужна социализация. Вот, так что, ну, это отдельная тема. Да, да. Не моя, тем более, да. Поэтому, вот, я бы так ответил, может быть, не совсем четко, но жить за городом можно. Зато от души. Да, от души, да. Вполне себе живется нормально. Слав, спасибо тебе большое. Спасибо, да. Чем мог, так, да. Не, очень, очень интересно было, да. Пожалуйста, заходите всегда, открыто. Мы открыты для общения. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!